Школа для пациентов с крапивницей 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 Итак, разрешите представить вам участников сегодняшнего обсуждения. Это Козлова Яна Игоревна, пожалуйста, доцент кафедры экологии, аллергологии, иммунологии нашего Санкт-Петербургского университета имени Мечникова, большой специалист в лечении больных, страдающих крапивницей, энтузиаст этого дела. И, конечно, многие вопросы вы будете персонально задавать, безусловно, Яна Игоревна. Это Денис Владимирович Заславский, доктор медицинских наук, профессор, член совета директоров крупнейшей, наверное, самой крупной организации европейской по дерматологии и нейрологии, является членом совета директоров этой организации. И у нас еще есть один участник, это Дарья Сергеевна Фомина, она главный аллерголог-иммунолог Москвы, она руководитель крупнейшего центра российского при 52-й больнице, аллергологии, иммунологии. Действительно, один из ведущих специалистов, хорошо известный как в нашей стране, так и за рубежом, она приехала специально к нам из Москвы, но по разным техническим вопросам она чуть-чуть задерживается, поэтому я вам ее представлю чуть позже. Я хотел представить ведущего нашего сегодняшнего круглого стола, симпозиума, Геннадий Азикович, ведущий специалист по педиатрии, заведующий кафедрой детских болезней имени Игоря Михайловича Воронцова. Мы имеем честь вместе служить в педиатрическом университете всю свою жизнь, и, конечно, нашей репутации, репутация нашего университета на страже здоровья людей уже 1905 года, поэтому, безусловно, мы себя считаем старейшим педиатрическим и первым вузом педиатрическим в мире. И с вами сегодня поделимся нашим опытом. Ну и очень большая радость и честь для нашего университета, что Геннадий Азикович является вице-президентом Союза педиатров России. Спасибо, Геннадий Азикович, что нас пригласили на этот круглый стол. Спасибо большое сейчас за представление. Мы действительно сегодня собрали практикующих врачей, которые занимаются ежедневно лечением, в том числе и больных, страдающих, хронической крапивницей, поэтому их опыт вам будет, безусловно, полезен и интересен. С вашего разрешения? Да, присаживайтесь, пожалуйста, коллеги. Мы начинаем с вами обсуждение. Обсуждение называется у нас «Крапивница у детей взрослых» и детей и взрослых «Азбука проблемы». Действительно, мы очень хотим, чтобы сегодня, после обсуждения этой проблемы в широкой такой аудитории, возникла некоторая ясность. И я первого хочу пригласить сюда выступить и начать это обсуждение проблемы Дениса Владимировича Заславского. Денис Владимирович, пожалуйста, мы очень надеемся, что вы, как большой специалист в области дерматологии, в нейрологии, да вообще и в аллергологии, поверьте, вы самый лучший, наверное, аллерголог среди всех дерматологов. Поэтому я вас... Это зависит, но вы лучший дерматолог среди аллергологов. Спасибо. Поэтому возьмите, пожалуйста, микрофон. И мы вас приглашаем сюда. Пожалуйста, Денис Владимирович. Еще раз добрый день, глубоко уважаемые коллеги доктора, кто сегодня присутствует из врачебного сообщества. Конечно, глубоко уважаемые пациенты. И сегодняшняя наша такая конференция в ковидное время, по сути, в таком гибрид варианте происходит. Мы все-таки живьем, есть в зале тоже интересующаяся эта проблематика, и вы онлайн. Поэтому я желаю, чтобы это сегодняшнее мероприятие вам дало какие-то знания. И я хотел бы сказать, что все-таки этот круглый стол не для врачей. Это для тех, кто интересуется проблематикой и для пациентов, и для врачей, безусловно. Поэтому какие-то слова мы стараемся опускать, сложные, медицинские, чтобы наши слушатели, пациенты могли нас воспринимать, чтобы была комплайентность нашего сегодняшнего выступления. Вот уже слово комплайентность, уже не очень понятно, да, коллеги? Комплайентность, это, я говорю, для наших слушателей, пациентов, это приверженность к терапии, комплайенс, эндхаренс, приверженность к терапии. Потому что по нашим клиническим исследованиям до 65% только частично выполняют наши назначения. А от нас чего хотят? 100% результата. Поэтому давайте вместе все-таки находить общий язык. И когда мы говорим про кожу, кожа – это самый большой орган человека. И не просто большой орган человека, это самый большой иммунный орган человека. Она может сама воспалиться и сама пройти. Ну и вы знаете, что кожа – это 2,3 квадратных метра у взрослого, 1,7 у девушки юной, хрупкой, тургеневской барышни, ну и ребенка новорожденного 0,25 квадратных метра. И вот на коже, на холсте мы видим эти клинические проявления. Я специально показал, что 200 болезней сопровождаются примерно проявлениями в виде валдырей. А вообще существует более 4500 заболеваний кожи. И нам, дерматологам, надо тоже иметь свою букварь. И вот наш букварь – это что? Это первичные и вторичные элементы сыпи. И вот первичным элементом сыпи, наиболее характерным для аллергических проявлений, это является валдырь. И мы с вами сегодня о нем поговорим. Как раз вот вы видите, классический валдырь, потому что есть, видите, и пустулезные элементы, и популезные элементы. Это наши медицинские термины, то есть узелки, гнайнички. И бывают такие импетигу, вот тут же видим фурункул, которого вы хорошо знаете. Кто-то даже раньше называл его чирьей в литературе прошлых и позапрошлых веков. И, конечно, почему же мы говорим сегодня о крапивнице? Потому что все мы в детстве когда-то бегали в коротких шортиках по нашим дачным участкам и получали эти ожоги крапивой. И поэтому, в общем-то, это слово «уртика» по-латыни, мы называем все-таки чаще, это крапивая. Ну и, соответственно, вот это самое прекрасное растение, из-за которого произошло название заболевания. Но это заболевание существует уже много веков. И перед вами история, вот эта галерея этих пациентов, которые страдали аллергическими состояниями. Например, видите, и Бетховен, и Вивальди, и Диккенс, и Пруст, и Кеннеди, и Рузвельт, и Лаза Миннелли на сегодняшний день, да, и Элизабет Тейлор. У них были все финансовые возможности, но они не смогли побороться со своей крапивницей. А учитывая, что время идет, и завтра будет лучше, уже появились возможности контролировать течение хронической крапивничи. Ну и если говорить про совсем историю древнюю, то посмотрите, иудейский царь Ирод, он избивал младенца и выстрадал вообще-то крапивницей. Правда, у него еще была гангрена его фалоса, и никто не знает, от чего он умер, от сифилиса или от крапивницы. Это вопрос уже темный. Ну и, конечно, все знают историю Наполеона, потому что у него был сильный вариант крапивницы такой, ну, больше, скажем так, отек квинки у него был, сена, лихорадка. И когда была брита при Ватерлоу, ему было не до битвы, ему было лишь бы себя спасти от этого состояния. Ну и, конечно, почему называется сена, лихорадка? Ну, потому что сена. Я думаю, что Геннадий Азикович сегодня еще об этом расскажет, какие-то причины о следственных связях. Ну и, конечно, называли еще, видите, весенний катар, например. Ну и даже, видите, погибали фараоны от укуса осы, потому что мы будем разбирать укусы насекомых, или, например, ос или пчел. Ну и, конечно, самая трогательная история – это о Ричарде Третьем, потому что он таким путем своей болезнью пытался убрать своих конкурентов. Он что делал? Он говорит, я так люблю землянику, подарите мне, пожалуйста, землянику. Ему дарили его служащие и воины, и лорды, сэры, перы эту землянику. Тут же у него начинался отек квинки, он говорил, вот, меня хотят отравить. И тут же, естественно, голова с плечи этих его конкурентов. Вот такая провокационная получалась проба. Ну и, конечно, большое спасибо Перке, потому что он и педиатр, и аллерголог. Как раз это, наверное, вот Геннадий Альзикович, только день сегодняшний. Не похож. Я в отношении педиатра и аллерголога. Ну и, конечно, мы знаем, что вот это вело-то понятие, и мы стали им, в общем-то, пользоваться очень эффективно. Надо только понимать, а какое же строение кожи, почему мы вот разбираем эти волдыри. Это зависит действительно от этих вот тонкостей. Потому что есть, вы знаете, эпидермис, есть дерма, а есть подкожно-жировая клетчатка. Ну, это слово немножко некорректное. Мы же еще и косметологи, и мы все говорим про дерматологи, мы называем это гиподерма. Потому что у всех есть волнительная гиподерма, и не надо стесняться это говорить. Ну и, соответственно, из-за вот этой выраженной гиподермы, рыхлой гиподермы, и возникают те самые волдыри. Ну и, конечно, она возникает, бывает, не медленного типа, а бывает замедленного, что мы с вами хорошо знаем. Ну и бывают эндогенные и экзогенные. Экзогенные снаружи, эндогенные – внутренние причины этого состояния. Ну и первичный элемент – бесполосной. Подчеркиваю, иногда многие путают пузырь и волдырь. Пузырь – это элемент полосной. У него есть покрышка, есть камера, есть дно. Бывает многокамерный элемент. А в точке зрения волдыря никакого внутри нету полости. Ну и из-за чего? За счет отека сосочкового слоя дермы это происходит. И мы вот на этой фотографии хорошо это видим. Ну и клинически те же самые элементы. Ну и почему же это возникает? Всегда есть какой-то триггер, пусковой фактор тот самый. И мы понимаем, что есть пусковый фактор, влияние на тучную клетку, выделяется гистамин. И видим клинические проявления на коже и слизистых оболочках. И мы понимаем, что бывают разные элементы. Бывают они несколько миллиметров, а бывают покрывающие большие площади поверхности тела. И какие же симптомы, какие же жалобы? Вот когда приходит пациент, первое, что мы делаем, какая у вас жалоба пациенту? Он говорит, чувство зуда. Все уже понятно. Есть так называемые зудящие дерматозы. Начиная от чесотки и кончая аллергическими проявлениями в форме крапивницы. Наша задача верифицировать, то есть провести диагноз. Потому что есть видимые дерматозы. Когда мы раздеваем пациента, ничего нет. А чувство зуда у него есть. Возникает вопрос, почему чувство зуда? Очень много причин от даже сахарного диабета и каких-то системных заболеваний. И крови, и ткани, например, кожи человека. А потом раздеваем, смотрим, есть проявление. И вот тут уже по букварю нашему идем по диагнозу. Когда есть букварь, когда есть волдырь, это значит, понимаем, аллергические заболевания. А есть, например, узелочек, а на нем сверху маленький авизикула. Авизикула – это пузыречек размером с булавочную головку. Мы понимаем, что это может быть чесотка. Потому что, например, когда к нам приходят с устом зуда мама с ребенком, мы говорим, мама, а, пожалуйста, за ширму зайдите и разденьтесь. Мы вас посмотрим, потому что иногда бывает контагиозное заболевание. Чешутся один, чешутся и другие, если говорить про чесотку. Хотя бывает, и вы понимаете, что и аллергические проявления у ребенка и у его родителей. Ну и, конечно, вот видите, волдырь, который мы с вами уже разобрали, и ангиотек. Он возникает ведь не только на слизистой рта или ротоглотке, носоглотке, но, к сожалению, и на половых органах. И это очень беспокоит многих девушек. У них, естественно, ухудшается качество жизни. Они даже думают иногда о суцидальных попытках. И, безусловно, мы подключаем даже иногда психотерапевта для таких пациентов. Ну и понятно, что зуд может от чего-то усиливаться. Мы и спрашиваем пациента, от чего усиливается чувство зуда. Если мы говорим про именно аллергические проявления, то чаще всего при крапивнице прием душа или горячей ванны. И этот момент позволяет нам даже иногда думать о других заболеваниях, потому что крапивница еще бывает в форме пигментной крапивницы, называется состояние маста, цитоз, и там тоже усиливается от теплоты. Бывает так называемый строфулюс. Это популезная крапивница, когда мелкий элемент с горошинку. И, соответственно, это возникает при, например, прорезывании зубов. И тоже возникает сера, папула. И мы часто проводим диагностику между какими-то паразитарными, например, дерматозами или то же самое чесоткой. Ну и вы видите как раз стопы, которые тоже могут поражаться. Ведь есть так называемая крапивница от давления. Вот одел человек тяжелый рюкзак или понес тяжелую ношу, и у него на стопах, или он несет за ручку этот чемодан тяжелый, и возникают такие проявления. Более того, вот эти лямки рюкзаков, которые одевает пациент, они могут прочно также показать это давление в области спины и по месту контакта этой лямки. Вот такие бывают случаи тоже крапивницы. Ну и, безусловно, крапивница, это бывает даже как наказание за какие-то ситуации в жизни недостойные. И считалось, что если у человека есть чувство зуда, он оказался в восьмом круге ада. И не просто так. Раньше в восьмом круге ада людей послали тех, которые подделывали металлы, например. Ну и, соответственно, сейчас те, кто подделывают клинические исследования, там тоже окажутся. Поэтому я очень рекомендую все-таки проводить их корректно и этично. Эти работы. И, конечно, сегодня говорил Денис Язикович не о болезнях кожи, он говорил о страданиях кожи. Это очень правильный термин. Потому что ведь заболевания, бывает же, хроническая крапивница, человек с ней взявёт всю жизнь. А как лечатся хронические заболевания? Хронические, пожизненно. Поэтому нужно подобрать правильную терапию к этим хроническим состояниям. Эта книга была написана в Петербурге в 906 году. То есть фактически 115 лет назад. Вот на улице, например, Жуковского. Поэтому исторические факты нужно сохранять. Ну и действительно, вот видите, вот такое, как будто стекание даже какой-то ткани по спине пациента. При этом ещё сопровождается волдырь, конечно, зудом и жжением. То, что пациент жалуется. Но самое важное, посмотрите. А ведь на спине нет нигде чего. Нету экскориации. Это те самые расчёсы, которые, например, нам позволяют проводить диагностику то же самое, например, чесоткой или атопическим дерматитом. И эти элементы могут даже, видите, сливаться между собой. А почему, например, на спине? Да потому что он тоже может носить тесную одежду, этот пациент. И ведь часто возникает в этой ситуации на местах трения. Это так своеобразный феномен, как Кёбдера, который бывает, например, при псориазе или красном плоском лишае. Так же и здесь, на месте контакта активного с одеждой, например, это происходит. И, конечно, распространённость очень велика. И поэтому сегодня, что мы с вами собрались, доказывает эту актуальность проблематики. Видите, до 11%. Даже есть данные до 15%. Ну и видите, у 10-20%, то есть у каждого пятого, хотя бы раз в жизни крапивница встречалась. Ну и, конечно, острой крапивницей чаще болеют дети. Но есть данные о том, что обычно до 6 месяцев всё-таки не бывает острой крапивницы. Хотя их случаи бывают индивидуальные. Ну и где-то вот примерно до 6 лет это чаще острая крапивница. С 6 до 12 лет это примерно острая и хроническая. После 12 уже возникает даже больше вариантов хронической. Крапивницы. Ну и видите, что у каждого пациента второго встречается тот самый ангиоотёк. Более того, из-за ангиоотёка даже можно утонуть. Некоторые считают, что это не страшно, крапивница. Нет, если у человека именно холодовая реакция, и он прыгнул в холодную воду, в холодную речку, в холодную после бани, вот в эту прорубь, у него может возникнуть спазм, естественно, и возникнет отёк, и он может погибнуть. Но это крайне редкие случаи, слава богу. Ну и какой же срок? Граница между острой и хронической крапивницей. Вы видите, что срок 6 недель. Ну это понятно, что приблизительно. Потому что мы имеем разные точки зрения, разные ситуации. Но всё-таки это классификация официальная, юридическая. Поэтому если беспокоить симптомы до 6 недель, это крапивница острая. Если больше 6 недель, то это крапивница хроническая. Для чего это важно? Для подбора правильной тактики ведения этого пациента и возможного его обследования на какие-то другие триггерные пусковые факторы. Потому что, видите, триггерных факторов может быть очень много. Может быть укусы насекомых. Мы с вами сегодня уже говорили про пчёл, ось, муравьи. У нас скоро будет лето, мы все поедем в Комарово, и там могут нас укусить муравьи. Там очень большие муравейники, почти с меня ростом встречаются. Конечно, бывают разнообразные микроорганизмы, микробы. Безусловно, бывает и пищевая аллергия. Сейчас все кушают марсы, сникерсы, и там большое количество существует этих орешков. До 12 орешков в одном этом сникерсе. Меня сейчас, наверное, будут ругать производители этих. Батончиков. Но действительно, иногда встречается такая аллергическая реакция. Ну и, конечно, лекарственные проявления. Потому что у многих уже есть с собой такие упаковки лекарств. И есть даже такие драк-реакшн называются. Даже есть лихиноидный драк-реакшн, который не только встречается с точки зрения крапивницы, но и даже популёзных элементов. Ну и какие же причины? Мы с вами уже вот сейчас коснулись частично. В последнее время это уже и энтеровирусы. И вирусы гепатитов А, и С, и В, и цитомигаловирусы. В отношении хеликобактер, пилори, есть разные точки зрения, но всё-таки, конечно, если мы их обнаруживаем, их надо элиминировать. Когда есть причинно-следственная связь, и с лимблиозом, и с токсокарами, и так далее. Конечно, бывают и на цитилсалициловую кислоту. В общем-то, ещё бывают даже на сульфаниламидные препараты. Иногда такие мы встречаем, реакции. Ну и, конечно, видите, даже бывают аутоиммунные. Почему и нужно направлять к дерматологу, когда мы видим, например, длительно существующие эти проявления. Например, системная красная волчанка. Ну и иммунологические. И об этом сегодня, думаю, расскажет хорошо Геннадий Альзикович. Я не буду этого касаться. Клинические проявления, в общем-то, те же самые, что мы только что увидели с вами на других фотографиях. Вы видите эти элементы, которые располагаются на участках кожи, видимых опять на местах, возможно, вот здесь трение в области рубашки. Но в последние годы всё больше и больше растёт процент. Причина именно острой крапивницы – это инфекция. Если раньше это было примерно 50%, то в последние уже годы мы даже считаем, что 80% то, что мы видим как раз у этого ребёнка. И даже выйти в области лица. И, конечно, бывают ещё инфекции, связанные с микоплазмой, например, пневмония, хламидия пневмония. И вот мы видим как раз такие проявления. В общем-то, это уже токсико-дермические реакции. Так можно их назвать. Некоторые их называют инфекционные экзантемы. Но клинически они проявляются чем? Они клинически проявляются, конечно, в виде волдырями. Ну и я хотел передать слово Геннадию Айзиковичу. Очень хороший вы вопрос подняли сегодня. Он связан. Можно я к вам сюда? Здесь тогда хорошо. О том, что действительно причины острой крапивницы достаточно много. И одна из частых причин – это появление крапивницы на фоне подъёма температуры, появление каких-то высыпаний. И оказывается, что действительно в генезе острых крапивниц большое значение придаётся сейчас инфекциям. В первую очередь, конечно, вирусным инфекциям. И вы сегодня затронули принципиально важный вопрос для педиатрической практики. Нам хорошо известно, что дети болеют чаще, чем взрослые вирусными заболеваниями. И случаи, которые сопровождаются появлением волдырных реакций – это не редкость. И вот первый практический вывод. Что надо сделать, когда у ребёнка с подъёмом температуры, с какими-то другими симптомами появился рещайший зуд и высыпание? Можно, Денис Владимирович, я с вашего разрешения продолжу дальше? Хотел представить вам… А пультик у вас? Спасибо. Представить… Вот Денис Владимирович представил прекрасный случай появления волдырных реакций на фоне инфекции. Вот это случай, буквально произошедший в течение последних 10 дней, когда у врачебного ребёнка появился рещайший зуд, причём колоссальный зуд, такой, который беспокоил не только ребёнка, но и родителей. У неё появился отёк ушных раковин, появился отёк носа. Мама назвала, да это же такой принцип, признак его, как нос картошкой стал. Ну и, конечно, первая мысль у всех возникает при наличии острого заболевания, высыпания в видеортикарий, ангиотёка, по сути дела, с тяжелейшим тотальным зудом. Ну, как первая мысль о том, что это острая крапивница, надо бы, естественно, использовать стандартные экстренные препараты, это антигистаминные препараты, гормональные препараты, преднизолонов, хорошо всем известный препарат. А нет, что-то не очень помогает, что-то не получается. И несмотря на использование, в том числе и коротким очень курсом гормональных препаратов ПРОС, как вы видите, у ребёнка никакого улучшения не было. Решили задуматься, а в чём же причина тогда такого состояния? Оказалось, что это не крапивница, это парвовирусная инфекция. Это особая инфекция, которая сопровождалась тотальным зудом, отёком соответствующих органов и появление у ребёнка вот такого общего очень тяжёлого состояния. Сделали исследование. Как вы видите, красненьким здесь выделено определение антител, извините, ПЦР-диагностика парвовирусной инфекции, положительный тест. Отсюда вывод. Конечно, не каждый зудящий, как сказал Денис Владимирович, это крапивница. Но иногда в нашей практике встречаются ситуации, когда нужно задумываться и о других, безусловно, с вами заболеваниях. Острая крапивница действительно не только связана с инфекцией, но и с пищевыми продуктами. Вы прекрасно знаете об этом. И многие родители осведомлены о том, что съел ребёнок чего-нибудь. Это первая мысль, которая возникает у родителей. Иногда, кстати, и у врачей. И действительно, огромное количество продуктов могут вызывать вот такие волдырные реакции. Они могут быть так называемые ИГЕ, иммуноглобулин Е, зависимые реакции. Это особый механизм, который приводит к острым реакциям. Бывают ситуации и с другими механизмами. И самыми частыми, по сути дела, продуктами, на которые выявляются острые реакции, это является яйцо, арахис, ну и также кунжут, тахин и пряности. Я вам хочу сказать, что во многих странах мира не всегда взято правило регистрировать ряд продуктов, составляющих, которые являются разрешёнными к использованию. И эта ситуация очень для врача и родителей очень сложная, потому что мы, по сути дела, с вами ослеплены. Мы покупаем соответствующий какой-то продукт питания, а состав, указанный в нем, полностью не соответствует тому, что есть на самом деле. Это не вредительство. Потому что во многих странах есть законы, которые очень чётко регламентируют, что можно указывать, а что не обязательно указывать. Ну, бывают разные ситуации. Они действительно бывают непреднамеренные, а бывают намеренные. Так тоже бывает в жизни. И вот это исследование, одно вам покажу, очень интересное. Это исследование проводилось в Северной Ирландии. Как вы видите, взяли в обычных общепитовских ресторанах, взяли два образца соответствующего продукта и проверили, содержится в нем арахис или не содержится. Указано это в составе продукта или нет. Арахис не случайно был выбран. Я уже говорил, что реакция на арахис острая – это наиболее частый аллерген, который вызывает такие реакции. И что оказалось? 20% из того образца, где не было написано, что есть арахис, содержит этот аллерген. Поэтому ситуация колоссальная. И риск возникает, и мы не всегда можем легко вычислить этот продукт питания, на который возникла реакция. Бывают совершенно необычные реакции, тяжёлые реакции. Вот есть такой синдром оральной клещевой анофилоксии, блинный синдром. Я вам напомню, что вот этот клещик, который, видите, здесь в углу нарисован, это дерматфагаидосфорина. Он является основным аллергеном в выработке сенсибилизации и появлении у пациента аллергии. Например, аллергический ренит, бронхиальная астма. Бывают и кожные, естественно, проявления, но реже. Таким образом, форина, это в переводе с латинского, это как раз и есть клещи. И что получается? Когда мука, которую мы покупаем в магазине, очень долго стоит на полках, а потом обрадовавшись, что цена на неё резко упала, тут начинается бешеная скупка этого продукта. А в это время, там активнейшим образом из-за того, что уже срок подходит к концу, активно размножаются эти клещи. Готовится продукт, например, блины. И в результате съеденный продукт даёт тяжёлую реакцию. Не потому, что у ребёнка есть сенсибилизация или у взрослых пшеницы, а потому, что у него есть аллергия на клещи. Аналогичное бывает и в других продуктах питания, вы понимаете, и в колбасных изделиях, и в сыре, но есть даже в рыбе различные глистные инвазии, которые могут приводить паразитозы, которые приводят в конечном итоге к появлению очень тяжёлых реакций. Есть ли способ борьбы с этим? Я могу утешить всех. В холодильник положить, заморозить, и через какое-то время уже ничего, реакцию такую, по крайней мере, острую, вызвать не может. Кроме того, я ещё раз подчёркиваю, что некоторые продукты просто не принято даже в странах европейских или американском рынке, в нашей стране указывать. И таких продуктов очень много. Это и специи, и красители, и люпины, и консерванты, это мёд, это чеснок, это имбирь. Если есть реакция на это, то пациент может дать острую крапивницу. Непонятно на что. И смотришь состав продукта, вы не видите возможных потенциальных аллергенов. Поэтому это действительно сложная проблема. В чём принцип такой острой реакции? Вот у вас есть аллерген, который взаимодействовать должен вот с двумя такими молекулами иммуноглобулина Е, которые фиктируются на тучной клетке. Вот сшивание этих двух соседних молекул и приводит к тому, что происходит выброс активных веществ биологических из этой тучной клетки, образование там других. Всё это приводит к клиническим проявлениям заболевания. Это самый понятный, простой механизм формирования аллергической реакции. ГЕ, вот эти опосредованные реакции, это частые симптомы. И у детей младшего возраста, и старшего. Ну, понятно, что сыпь, как уже говорил сегодня Денис Владимирович, у детей первых месяцев жизни редко проявляется в виде крапивницы. У более старших детей, действительно, это возможно. Они чаще дают старшую анафилоксию, они дают тяжёлые реакции. Не только крапивница, происходит поражение других органов и систем. Может быть, пыльцевой пищевой синдром, когда связан с оральным аллергическим синдромом. Если есть аллергия на пыльцу, а он даёт вам жалобы, ребёнок или взрослый говорит, я вот поел там яблочко, а у меня зачесалось полустирта и так далее. Таких реакций очень много. И они действительно острые. Конечно, какие рекомендации нужно соблюдать ребёнку, родителям, ребёнку, у которого есть такая реакция? Обратите, пожалуйста, внимание на время возникновения этой реакции. Это имеет принципиальное значение. Если есть подозрение у врача, он исключает этот на время продукт из диеты, а потом, это называется, элиминационная диета, а потом он вводит этот продукт. В нашей стране провокационные пробы проводятся своеобразно. У нас называется это диагностическое введение продукта. Ну, особая такая форма. Ну и после стихания острых проявлений крапивницы, конечно, проводится возможное обследование. Конечно, лекарства. Денис Владимирович сегодня говорил об этом. Это частая причина крапивницы. Наверное, не менее частая, чем реакция и на пищевые продукты. Встречается на огромное количество различных препаратов. Обратите, пожалуйста, внимание. Витамины, нестероидные противовоспалительные препараты. Сейчас, конечно, в условиях особого ковид-инфекции рекомендации содержат в большом количестве использования различных витаминов, минералов. Иногда вынуждены принимать длительные нестероидные противовоспалительные препараты. Реакция в виде крапивницы, она реальна. Она возможна. Это надо помнить обязательно. Есть ли острая крапивница, связанная с лекарственной аллергией. Какие могут быть здесь внимания? Обратите, пожалуйста, внимание на связь между приемом лекарства и появлением. Я вам честно скажу, острая реакция на лекарства, как правило, все очень четко замечают и должны предупреждать. В ваших историях, в ваших справках должно быть прямо красным написано, что есть аллергическая реакция, крапивница на такой-то препарат. К сожалению, предсказать это невозможно. Нет ни одного теста, который позволил бы нам с вами заранее предсказать, что будет такая реакция или нет. Но надо сообщать и родственникам. Детям, у которых есть тяжелые реакции, должны иметь такие записочки в своих рюкзачках, где будет написано, что у него есть и острые реакции, пожалуйста, окажите ему соответствующую помощь. Ну и, конечно, походы к стоматологам должны быть тоже самое. Уважаемый Денис Владимирович, я вот чуть-чуть времени уделил острой крапивнице, но мы понимаем, что острая крапивница есть, она будет, и бороться с ней достаточно несложно. Существенной проблемой является хроническая крапивница. Я хотел бы вас попросить осветить вот этот вопрос. Что такое хроническая крапивница? И что мы можем, в конечном итоге с вами, как поставить диагноз, и как мы можем его лечить? Денис Владимирович, пожалуйста. Спасибо, Геннадий Альзикович. Я просто еще, может, дополню к вашему предыдущему слайду. Даже не то, что витамины, а поливитамины наиболее часто могут вызывать какие-то случаи крапивницы. Поэтому мы внимательно смотрим, особенно для тех, которые атопики. Очень часто при атопическом дерматите мы встречаем при экземах вот такие вот реакции на поливитамины. Ну и хроническая крапивница, мы с вами уже поняли, то, что более, например, 6 недель. К сожалению, вы видите, что 1-3% населения в мире страдают хронической крапивницей. Возникает вопрос всегда гендерный. А почему бедная женщина в 2 раза чаще страдает этой крапивницей? Ну, наверное, потому что мужчин на плечах носит. Вот те самые лямки рюкзака на плечах появляются. Возможно. Это, конечно, такая шутка. Но не лямки рюкзака, которые мужчина за спиной сидит у женщины, а, скорее всего, это ее эндокринологическая особенность. Женщина, в отличие от мужчины, гормонозависимая. И сердце женщины, Геннадий Альзикович, находится не в груди, а в щитовидной железе. Именно поэтому эти плаксивости, эмоциональные какие-то взрывы, тахикардии, волнения связаны с уровнем ее гормонов. Поэтому мы всегда направляем геннадий акринологу в такой ситуации для исключения аутоиммунного тиреоидита, например. Ну и, конечно, мы видим, что каждый второй из пациентов, вы видите, имеет тяжелое, либо средне тяжелое течение заболевания хронической крапивницей, к сожалению. Ну и что же с детьми с хронической крапивницей? Геннадий Альзикович правильно сказал, что все-таки чаще это начинает встречаться у детей, видите, в более старшем возрасте, появляется 7-11 лет, 12-17 лет основного часть, а то, что, например, там 0,6, небольшой процент. Ну и, соответственно, сравнили эти вот пять стран европейских, потому что у них был хороший регистр, у нас тоже сейчас появляются эти регистры для анализа ситуации эпидемиологической. Было выявлено, что соотношение примерно точно такое же, что и у взрослых. Именно поэтому актуальность детской аллергологии, актуальность детской дерматологии необычно высока. Ну и, опять же, мы понимаем, что хроническая крапивница, она имеет классификации. Есть хроническая спонтанная и есть индуцированная. Ну и вот спонтанное возникновение волдарей, да, более, как я говорил, 6 недель в отсутствии провоцирующего фактора. Мы часто ищем причину, и бывает, ее не находим. Я вообще считаю, что если мы нашли причину, то это не хроническая спонтанная. Если не нашли причину, то это она и есть, потому что действительно часто ее не находим. Ну и, если говорить про индуцированную крапивницу, конечно, я уже вам частично рассказал про крапивницу, например, от давления, когда мы обсуждали тяжелые предметы, либо рюкзаки. Холодовая крапивница очень важно возникает не в момент холода, это нужно учитывать. Холодовая крапивница, она возникает минут через 5-30. От чего? Не от холода, а от согревания. Обратный эффект. И проявлением ее служит не такой большой волдырь, а небольшой элемент. Ну вот я даже взял карандаш, показать, вот эта вот стирательная резинка на карандаше, это примерно есть размеры этой ситуации, которая может быть от холода, например, крапивница. Ну и, конечно, безусловно, бывает и тепловая, и контактная. Контактные крапивницы, в общем-то, легко определить, когда есть четкий контакт с каким-то, например, борщевиком, например, лютиком. Все купаются, например, на пляже. Ну еще ведь бывают варианты солнечной крапивницы, а ведь еще на самом деле бывают фитофотоаллергиды. Что это такое? Это когда еще за счет солнца усиливается воздействие того же борщевика и еще появляются прямо такие, как вот листочек соприкосновения с кожей на месте этого контактного, например, дерматита или потом возникает крапивница. Ну и, конечно, бывает, видите, и дермографическая при проверке симптома дермографизма, например, на груди, ну и аквагенная крапивница. Ну и, конечно, вот поэтому, как я вам сказал, в отношении причины, поскольку мы не всегда ее находим, и получается, что спонтанное равно идиоэпатической. Хотя, конечно, я еще как дерматолинировок иногда ищу разнообразные урогенитальные инфекции, скрытые инфекции, особенно у женщин такое я достаточно часто нахожу, просто они об этом даже не думают. Ну и, конечно, в отношении клинических проявлений. Да, мы с вами уже разбирали, когда есть и только уртикарные высыпания, то самое элемент, волдырь, он возникает почему? Потому что возникает вначале эритема, расширение сосудов, все очень просто. Потом появляется волдырь за счет проницаемости, повышенности сосудов и отека ткани. А еще есть такой аксон-эффект, когда за счет вазодилатации даже могут быть на других участках тоже проявляться такие элементы. То есть они не на одном участке кожи могут проявляться, а на разнообразных миграциях таких элементов происходит. Поэтому очень важно понять, это симметричные элементы или это унолатерально, только с одной стороны. Например, потому что ангиотек, это все-таки обычно несимметричное проявление. Но часто бывает сочетание, так называемый оверлап проявления, перекресты, когда мы видим и ангиотек, и видим аортикарные высыпания. Ну и вот специально показываю такую фразу этой девушке «Доброе утро». Она просыпается и у нее те самые ангиотеки в области рыхлой гиподермы. Мы нажимаем эти симптомы пелемени, потому что мы еще косметологи. Иногда такие проявления бывают, когда девушка съела накануне много рыбы соленой и возникает у нее отек. Но в этой ситуации, конечно, тогда бы не было жжение и болезненности, если это был просто отек утренний. А раз есть жжение и болезненность в этом месте, мы понимаем, что это классический вариант ангиотека в этом месте. Ну и видите, опять сильное чувство зуда, а при этом нет ни одной экскориации, нет ни одного расчеса. Это очень важный патогномоничный симптом крапивницы. Ну и диагноз-то кто выставляет? Конечно, клиницисты. Но вы тоже, как наши пациенты, можете себе его в общем-то выставить предварительно, безусловно, потому что то самое лабораторного исследования, как говорит Илья Диальзикович, ну не существует в этот момент правильно поставить диагноз. Понятно, что если мы выясняем причину крапивницы и дифференцировку, тогда мы уже проводим и биопсии, и лабораторные исследования, и вы видите, что уже уход крапивницы, угасание симптомов дает вот такие вот фарфоровые проявления и гиперемию по периферии. Да, иногда может остаться пигментация на этом месте, но это обычно фиксированная эритема, называется вариант такой токсикодермической реакции, на что, кстати, в последнее время все любят пить фанты, спрайты, газированные напитки, а в них есть хини, между прочим, именно поэтому я вот очень прошу наши дорогие слушатели об этом задуматься, нет ли четкой взаимосвязи между этими газированными напитками. Ну и, конечно, возникает вопрос, вот типичный волдырь, почему же он исчезает через 24 часа? Этот вопрос до конца неизвестен. Есть точки зрения, что просто организм справляется вот с этим вот по сути и вазодилатацией, и аксонэффектом, и отеком за счет своих возможностей, скажем так, макроорганизма. Ну и ангиотек, видите, чаще боль, опять же, чем зуд. Почему? Да потому что отек, сдавливаются нервные окончания. Но заметьте, если волдырь разрешается через 24 часа, до 24 часов, он может и через час исчезнуть, то, к сожалению, ангиотек может быть больше 72 часов. Ну и представляете, у девушки вот такие отеки на лице. Она же не может на работу пойти, если отек на половых органах. Она не может жить личной жизнью. Поэтому это вопрос еще, конечно, и социальный. И, безусловно, вот если взять теперь эти, разобрать эти симптомы, то мы понимаем, что возникают вначале одни элементы поражения, а потом появление на другом участке. Вот такая вот миграция. Нет четко фиксированного места поражения. И, видите, они могут сливаться между собой и покрывать большую площадь поверхности тела. Ярко-розовая окраска. А уже потом в порядке регресса вот здесь хорошо видно вот такая фарфорово-белая окраска в центре этих элементов. Ну и поскольку причина исследовательной активации тучной клетки очень сложный механизм, мы, дерматологи, в этом плохо разбираемся. Аллергологи очень умные. Я всегда восторгаюсь и преклоняюсь перед их знаниями патогенезов. И, Надя Альбович, поразите еще раз глубокими знаниями. После Вашего блестящего выступления и обсуждения этой проблемы очень непросто будет обсуждать. Вы уже часть коснулись вопроса патогенеза, так называемого механизма образования этого заболевания. И, конечно, он, в общем, достаточно понятный. Спасибо. Он достаточно понятный механизм. Он связан с тем, что ключевой клеткой является тучной клеткой. Вот я говорил уже, что есть такие клетки в организме, которые содержат в больших количествах биологически активные вещества. Вы видите, их огромное количество. Просто безумное количество, что содержится. Это фабрика, продукции различных биологически активных аминов, простагландинов, ликотриенов и других факторов, которые могут приводить к чему? К появлению зуда, появлению ритемы, появлению отека и появлению инфильтрата. То есть, по сути дела, проблема крапивницы, она связана с активацией вот этой тучной клетки. Причин для активации тучных клеток тоже очень много. Мы прекрасно это тоже понимаем с вами. Поэтому так непросто бывает нам с вами наладить соответствующие мероприятия по элиминации тех или других триггеров, которые приводят к обострению этого заболевания. В чем принципиальная разница острой и хронической крапивницы? Обратите, пожалуйста, на это внимание, уважаемые слушатели. Хроническая спонтанная крапивница это аутоаллергия. Аутоаллерген это тот аллерген, который образуется или он уже есть заранее у тебя в собственном организме. И вот на этот аутоаллерген возникает у нас с вами реакция. Да, он может работать так, как я вам показывал приострой крапивнице. Он связывает две соседних молекулы ИГИ-антитела. И возникает дегрануляция тучной клетки, выброс биологически активных веществ и появление всего этого набора джентльменского зуда, отека, болезненности и так далее. Но существуют и другие механизмы, которые являются ключевыми при хронической спонтанной крапивнице. Это аутоиммунная реакция первого типа и аутоиммунная реакция 2B типа. Чем они отличаются? Вот эти самые злосчастные иммуноглобулины Е, о которых мы все время будем с вами говорить сегодня на протяжении всего оставшегося времени, как лечить, потому что это основа формирования этой крапивницы. против них возможна выработка ИГГ-антител, ИГГ-анти-ИГЕ. И вот взаимодействие вот этого другого уже антитела с ИГЕ, который, как вы видите, фиксировался на тучной клетке, опять приводит к грануляции, к выбросу. Либо выработка вот этих самых ИГГ-антител к рецепторам, к которым и цепляется иммуноглобулин Е. Вот это принципиальная разница. Запомнить надо. Это аутоаллергия, это аутоиммунная реакция, либо первого типа, либо второго В-типа. В этом принципиальная разница между острой и хронической крапивницей. Существует большое количество различных признаков, которые могут вам надоумить вас о том, что вы столкнулись именно с вариантом хронической крапивницы. И здесь я хотел бы предоставить слово опять Денису Владимировичу, который я хотел бы чтобы он выделил для всех понятные красные флаги. Вот те признаки, которые подскажут вам, что вы оказались в ситуации хронической крапивницы. Пожалуйста, Денис Владимирович. Спасибо, Надя Азикович. Мы уже об этом говорили, конечно, это время жизни. И тот этот элемент или другой, который появился. Есть простой тест. Вы можете обвести либо ручкой, либо каким-то маркером другим, тоже самое зеленкой, или йодом, если нет на нее реакции. Этот элемент, который уже появился, и понять, сколько он существует у пациента. То есть, опять же, не больше суток. В отношении многоформности. Я вам уже говорил, что есть первичные элементы, есть вторичные элементы. крапивница. Если мы говорим крапивница, должен быть один элемент. Вал, дырь. Если уже появляются узелки, если уже появляются пустулезные проявления, если уже появляются какие-то визикулярные проявления в виде, как при герпесе, например, зостер, то надо думать о другом заболевании, а не о, конечно, крапивнице. И в отношении пигментации. Я частично вам сегодня уже рассказал о фиксированной, например, эритемии. так называемая поствоспалительная пигментация. Она бывает не только при эритемии, она бывает при многих заболеваниях, включая даже наши акне, угревая болезнь, ну и разнообразные мелазмы, хлоазмы. Это уже отдельная большая лекция. Эфелиды, которые нас с вами всех радуют, это веснушки. Они должны быть, это украшает любую женщину, ну и мужчину тоже. Ну и самое важное, если ангиотек держится и не проходит, и у вас возникает афония голоса, потому что в ротоглотке поражаются голосовые связки, у вас снижается слух, потому что может и там возникать отек, естественно. Если у вас возникает постоянный насморк, и вы не можете его остановить, вы должны, конечно, обратиться уже к аллергологу, ну или к дерматологу, он вас отправит к аллергологу. Безусловно, когда есть какая-то еще суфибрилитет, реакция организма, увеличение лимфоузлов сигнальных, например, и при этом еще вы видите высокий показатель ЦРБ, циррактивного белка, либо циркулирующих иммунных комплексов, так называемый ЦИК, и еще смотрите, например, соя или экоциты в крови, безусловно, это уже тревожные симптомы. Ну и вот я вам показываю этих пациентов, которые уже длятся эти проявления больше 24 часов. О чем мы думаем? Это уртикарный воскулит. Мы видим, что элементы совсем даже другого цвета, посмотрите, пожалуйста, такой фуксиноподобный цвет, а не яркий красный или розовый оттенок. И мы видим, что уже есть и жжение, и болезненность. И, конечно, может оставаться гиперпигментация. Поэтому, опять же, отправьте этих пациентов дерматологу или к аллергологу для исключения воскулитов. Кстати, при ковиде сейчас тоже очень много воскулитов, потому что ковид это и есть воскулит. И поэтому часто вот такие проявления встречаются, напоминающие даже многоформную эксцидативную, например, эритему. И, конечно, мы должны исключать и другие заболевания, даже включая системную красную волчанку, например, или другие коллагенозы, заболевания сытной ткани, например, в форме дермата, миозита. Ну и ангиотек без сопутствующих волдырей. Когда нужно дифференцировать? Ну, опять же, когда длится все это, возвращаясь больше, например, трех-пяти дней. И когда уже появляются жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, поносы, или запоры, или болевые ощущения, и пациент принимает, например, антигистаминный препарат, а эффекта ноль. Или обрабатывает кортикостероидами свои эти проявления топические, а опять эффекта ноль. И поэтому есть, так называемые, наследственные или приобретенные ангиоотеки. Ну, и вот, опять же, есть целая группа ауто-воспалительных заболеваний, причем даже, к сожалению, в детском возрасте, которые сопровождают, например, какая-то лихорадка, и мы уже думаем, например, даже ревматологические какие-то патологии. Кстати, бывает, что отек бывает вокруг суставов, и потом мы даже исключаем ювенильный, псориотический, например, артрит у пациентов. Но при этом должно быть высыпание на коже, не только суставы должны болеть или отекать. Мы видим эти высыпания классические, уртикарные, видим лихорадках, конечно, опять же, я уже говорил, увеличение сигнальных лимфоузлов, ну и жалобы со стороны нервной системы. Поэтому, конечно, отправляем еще на консультацию к ревматологу. И у меня просьба, я хочу рассказать о личных клинических случаях практики. Вы подняли очень важный вопрос, потому что вот эти красные флаги, о которых мы говорим, они заключаются в следующем, вот если кратко сказать, у больного не только уртикарии, а у него появились, подъем температуры, у него появились боли в суставах, у него эти элементы длительно сохраняются, они исчезают, оставляют после себя пигментацию или рубец. Вот это неблагоприятные факторы того, говорящие о том, что надо разобраться в причинах формирования этого заболевания. Вот это тоже такой поучительный случай из практики, когда у ребенка с 10-месячного возраста появились уртикарные элементы. Вы видите, у него типичные уртикарные элементы были на конечностях. И вот с 10-ти месяцев такого ребенка наблюдают с диагнозом повторных крапивниц. Эти элементы были не зудящие. Вот сегодня мы много с вами говорим о крапивнице и прекрасно понимаем разницу. Вот врачи это прекрасно понимают. Они задают сразу два вопроса. Зудит или не зудит? И второе. Как долго держится элемент? 24 часа? Больше или меньше? Это является верифицирующими признаками, которые позволяют быстро сузить круг дифференциальной диагностики и врачу разобраться, в чем причина вот этих самых высыпаний. У него были не зудящие высыпания. Ну, на фоне вот этих крапивниц у него повышался всегда ликоцитоз, повышался соя. То есть те признаки, о которых Денис Владимирович только говорил, они не укладываются в обычный вариант течения вот такой понятной нам с вами хронической спонтанной крапивницы. Потом появились, присоединились суставные проявления и самое страшное заметили, что ухудшился слух. И тут кубик-рубик сложился. Это синдром Макл-Вэллса, аутовоспалительное заболевание, криоперина ассоциированное заболевание, она доказывается с помощью генетических исследований и есть лекарства, которые хорошо им помогают, которые блокируют энтролекин первый. Но это я говорю, что очень поучительный случай, ведь когда у ребёнка появляется, как мы говорим уже в первых месяцах жизни волдырные элементы, задумайтесь, с какой крапивницей вы здесь столкнулись. Конечно, обследования нужны. Когда мы проводим обследование, ребёнку с острой крапивницей обследования практически не нужны. Но когда больной с хронической крапивницей, у нас есть с вами такие обязательные скринговые исследования. Это клинический анализ крови, исследование уровня ЦРБ, сыворотки крови. И когда доктор понимает, что он столкнулся с хронической спонтанной крапивницей, он должен провести круг дифференциальной диагностики. И в него, в этот круг входит ряд исследований. Не пугайтесь, пожалуйста, уважаемые пациенты и родители, что вам напишут целый список исследований, которые вам нужно сделать. Это нужно сделать обязательно, чтобы правильно поставить диагноз. Сюда входят иммунологические различные тесты, тесты для исключения ряда инфекций, обязательно, о которых сегодня говорил Денис Владимирович, о изучении функции щитовидной железы, потому что аутоаллергены это очень частая сопутствующая ситуация, когда возникает аутоиммунный тироидит. Кроме того, проводят различные тесты для исключения, в том числе и физической крапивнице, лекарственный тест. Очень важный тест для диагностики хронической спонтанной крапивницы это тест с аутологической сывороткой. Не пугайтесь этого теста, ни в коем случае от него не отказывайтесь. Это очень важный, важнейший, я бы сказал, тест, который позволяет быстро разобраться, с каким вариантом крапивницы вы столкнулись, уважаемые коллеги и уважаемые пациенты, и правильно назначить вовремя лечение. Иногда мы прибегаем к биопсии, и не надо тоже этого бояться и детям, и взрослым. У нас есть прекрасные варианты с минимальной травмой проведения биопсии, которые подскажут врачу очень быстро с чем столкнулись. Это не надо каждому пациенту назначать, только в том случае, когда диагноз остается неясным. У нас есть прекрасные приборы, в мире они существуют, и в нашей стране они есть, которые позволяют найти тот триггер, который вызвал индуцированную, не спонтанную, а индуцированную хроническую крапивницу. Это различные температурные датчики, ультрафиолетовое какое-то излучение, ну вот это дермографизм. Врач в практике обычно, как вот Дениса Владимирович достал из кармана карандашик, он достает свою ручечку и тупым концом проводит, делает такой штрих. Ну, у каждого, знаете, голь на выдумку хитра, есть и соответствующие, как вы видите, приспособления, которые позволяют дозировать нагрузку и, соответственно, позволяют получить именно тест. Есть другие приспособления, как вы видите, вот это, например, от давления проверить, то есть разные есть методы. И, конечно, вы видите соответствующую дермографическую крапивницу, холодовую, тепловую, от давления. Хочу обратить ваше внимание, что, конечно, отдельный разговор это крапивница связанная с давлением, потому что там они, эти элементы, которые возникают, да, как вы видите здесь на снимке, они сохраняются значительно дольше. Ну, приборов много, возможности диагностики у врача есть, и, конечно, когда мы говорим об индуцированной крапивнице, мы не хотим только ориентироваться на анамнез, мы все-таки хотим провести какие-то тесты. Это очень важно. Вот Денис Владимирович сегодня говорил про мужчин, которые носят тяжелые рюкзаки на своих плечах, но вы видите, не только мужчины, но и женщины, как вы видите, имеют в данном случае от давления, мы получили такую ситуацию. Поэтому, конечно, крапивница, как вы видите, это айсберг, это огромное количество разных возможных форм, и разобраться бывает непросто. И путь этого больного очень тяжелый, извилистый, и мне всегда до боли обидно, когда я вижу бесцельно потерянное время на поиске мифических каких-то заболеваний, в то время, когда он может быть вот таким, четким, понятным для всех. И, конечно, когда смотришь интернет и видишь вот такие совершенно крик души, я иначе его назвать не могу, когда пытаются выяснить, что нам сделать, они описывают случаи, с которыми они сталкивались и с дети, и взрослые, и ходят они по разным специалистам, пытаются найти вариант, который может помочь им, хотя на самом деле все очень просто и понятно, как надо лечить. Я не сомневаюсь в этом, что вот хождение вот по этим кругам ада этих пациентов не нужно. Мы сейчас живем уже в другое время, время понятных очень методов лечения, которые являются высокоэффективными. И иначе вылечить этого больного, в том числе и вылечить, Денис Владимирович, не удастся это точно. Существует такое правило 4С. Своевременная диагностика хронической спонтанной крапивницы, своевременная адекватная терапия, своевременный переход по ступеням терапии и, конечно, самоконтроль. крапивница, понимаете, это серьезная проблема, проблема тяжелейшая как для пациента, так и для врача, потому что это действительно непростое заболевание. Конечно, очень бы хотелось, чтобы с первых моментов появления того или другого симптома этого заболевания вы очень быстро вышли на правильный вот этот прямой путь, который быстро приведет к улучшению состояния и в конечном итоге хорошему качеству жизни. Конечно, главное это лечение. Все, что мы сегодня с Денисом Владимировичем обсудили, это те важные вещи, которые необходимы для того, чтобы правильно поставить диагноз. Но как лечить его? Вот это очень важный вопрос. Разрешите пригласить сюда Дарью Сергеевну Фомину. Я вам сегодня уже говорил. Дарья Сергеевна, пожалуйста, я вас сегодня заочно представил. Да, я тоже снял этот бронежилет. Пожалуйста. Дарья Сергеевна, Фомина, главный аллерголог, иммунолог города Москвы, руководитель крупнейшего центра аллергологического и иммунологического при 52-й больнице города Москвы, известнейший специалист в мире и в России, руководитель одного из небольшого количества UK-центров, который признается во всем мире как центр сертифицированный по лечению кранической крапивнице. Дарья Сергеевна, спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли к нам. Спасибо. Спасибо большое за представление, Геннадий Ильич, за приглашение. И в свою очередь я хочу пригласить в команду UK-центров коллег из Санкт-Петербурга. И мы и так работаем в команде, но здесь будет это в каком-то таком очень объединяющем глобальном варианте. Спасибо большое. Мне очень приятно быть в Санкт-Петербурге. Моя личная география школ по крапивнице расширяется. Я начали с Москвы, с институтом налогии, с нашим центром совместно. Далее был мой родной город Казань, уже тоже сертифицирован центр. Как-то я считаю, что вот эта традиция должна продолжаться. Посещение города, сертификация, посещение города, сертификация, да. Коллеги, на самом деле тема не теряет актуальность, несмотря на наше некоторое переключение в сторону ковида, раз уж была озвучена 52-я больница. Но на самом деле я себе давала слово об этом не говорить, но так как все-таки прозвучало это заболевание и применительно, конечно, карапивница кожным заболеванием теряет актуальность. Я бы хотела, конечно, сказать, раз мы на школе пациентов, что действительно мы сейчас, особенно это касается педиатрической практики, видим различные проблемы у пациентов постковидные, независимо от того, например, дети легко или тяжело переболели, и далее мы пытаемся нивелировать риски развития такого тяжелого мультисистемного запуска моментов. Одним из симптомов и предикторов этого состояния может быть уртикарные элементы, поэтому, соответственно, очень призываю вас внимательно относиться, особенно тем, не коллегам, а тем пациентам, у кого есть, например, детки, которые переболели, даже в легкой форме ковидом, все-таки фокусно не заниматься в данной ситуации самолечением, точно, незамедлительно обращаться к специалистам. Ну, раз уж мне достался такой блок лечения, условно был так представлен, но я все-таки, так как я не слышала с самого начала школу, потому что говорила также о тучной клетке, но о более серьезных проблемах, чем крапивница, начну, если я буду повторяться, меня можно прямо, Геннадий, пролистывать, это уже было, поэтому не все слышала, что уже прозвучало. Что является целью лечения крапивницы независимо? Острая она, хроническая, знаем мы такую, ощущаем мы ее причину или не ощущаем, мы лечим до того момента, когда мы как специалисты, вы как пациенты не расстанемся с нашими симптомами крапивницы. И на самом деле этот лозунг прописан в согласительном документе, пока он еще в старого образца, уже эксперты готовят новый драфт, цель лечения крапивницы в новом документе не поменяется. Мы продолжаем лечить до того момента, пока наши пациенты не расстанутся с симптомами. Геннадий Дякович уже обозначил, что это возможно, что для этого не надо ходить по кругам ада, для этого есть инструменты, ресурсы, и есть уже, мы не так бледно выглядим на этом поле, потому что действительно у нас есть в руках молекулы, есть лекарственные средства, которые позволяют достигнуть этой цели. Подход к лечению. Сегодня уже звучала концепция, когда нам удается выяснить причину крапивницы, когда причина неизвестна, или причина кроется в каких-то внутренних факторах, которые действуют как такой внутренний аллерген, независимо от этого. Мы стараемся, если причина известна, ее отстранить от пациента, и если причина известна или неизвестна, независимо от этого лечить симптомы. Здесь, конечно, коллегам-педиатрам повезло чуть больше, у них больше истинной аллергической крапивницы, и поэтому им соответственно распрощаться с фактором, который портит нервы и моих пациентам гораздо легче, чем у нас. У взрослых специалистов больше той крапивницы, когда, к сожалению, мы не приходим к тому удовлетворению, и мы не можем пациенту четко сказать, что является причиной его заболевания. Что важно помнить? ковид это было такое вступление, все-таки важно помнить, что иногда потери эффективности того или иного лечения или развитие каких-то нежелательных симптомов зачастую связано с самолечением. Самолечением по совету знакомых, самолечением по совету фармацевта в аптеке, потому что часть из препаратов относится к нерецепторному списку, и поэтому можно приобрести в аптеке. Есть нюансы, и есть препараты, которые действительно не обладают тем спектром безопасности, чтобы их просто покупать и инициировать лечение самостоятельно. Все препараты лекарственные имеют свои показания и противопоказания и могут привести к утяжелению симптомов. А что самое неприятное, что могут скрыть, когда это неистинная крапивница, а симптом сложного заболевания, привести к каким-то нежелательным осложнениям или нежелательным явлениям, и усложнить задачу для пациента и для клинициста. Итак, терапия. На самом деле я не совсем согласна с концепцией такого четкого разделения между острой и хронической. Мы хорошо знаем, я думаю, что коллеги до этого говорили, что у нас шесть недель. Все, что сопровождается уртикарными элементами, зудом, ангиотеками до шести недель относится к острой крапивнице, все, что с нами не расстается и с нашими пациентами после шести недель относится к острой крапивнице. Первое, независимо от того, острая это или хроническая крапивница, если нам удается и нам повезло узнать аллерген, эндоаллерген, какой-то триггерный фактор, если мы говорим о физических формах крапивницы, или это связано с какой-то системной реакцией, когда крапивница была одной из симптомов, это устранить причину. Это первый этап, так называемый, у нас есть такой термин в аллергологии, элиминация. Отстранить пациента от того агента, при контакте с которым возникают симптомы. Как в острой, так и в хронической крапивнице имеют место быть препараты, которые имеют антигистаминное действие второго поколения. Что значит второго поколения? Неседативные, не возникают с хорошим спектром безопасности, есть элементы, которые отличают, конечно, острую и хроническую, мы об этом еще поговорим, но если говорить о первом поколении, к сожалению, у нас есть такая ассоциация, что то, что знакомо с детства, большинство препаратов первого поколения нам знакомо с детства, то безопасно, это не так. К сожалению, позиция по безопасности антигистаминных первого поколения пересмотрена инициативной группой, есть абсолютно четкие ограничения по применению возрастным, это, наверное, мне педиатры помогут в этом, и по пересмотру безопасности первых. Я вас приглашаю мне помочь, а я скажу о пожилых пациентах. Конечно, антигистаминные препараты первого поколения практически не используются в детской практике, только второго поколения. В экстренной ситуации у нас парентеральные препараты, понятно, мы их используем, а парусные препараты мы только используем препараты второго поколения, потому что они высоко безопасны. они урагентные, наверное, помощи? Да, да. У нас очень жесткая концепция, мы придерживаемся это не только при лечении крапивницы, но и аллергического ренита. Понятно, что тактика только одна. В приоритете, конечно же, назначение второго поколения, если, конечно, нет возможности какие-то нарушения глотания, здесь приходят на помощь антигистаминные первые, где есть инъекционная форма. Ну и часто задаваемый вопрос, это мази при крапивнице, к сожалению, не показаны и не имеют своего патогенетического назначения, практически надо купать пациента, например, в тех же гормональных мазях, и, конечно, мы понимаем, что через кожу биодостаточные, доступность будет достигнута, но, наверное, это не совсем корректная тактика и не поддерживается мировыми экспертами. И следующий момент это гормоны. Да, гормоны мы применяем очень коротко, небазисно, для купирования острых ситуаций и обострений, чтобы быстро помочь пациенту. Далее уже базисное лечение имеет альтернативные характеристики. Сегодня уже говорили про пищу. И, как я уже сказала, что это, конечно, больше удается сделать педиатрам, потому что у них больше с пищей ассоциированных вариантов крапивниц, если это острая ситуация. Почему наши пациенты зачастую и взрослые оказываются на гипоаллергенной диете? Что значит гипоаллергенная диета? Есть два условных разделения. это когда у нас есть пищевые продукты, которые действуют как истинные аллергены, то есть запускают вот этот каскад аллергических реакций, а есть препараты, которые способствуют наработке гистамина, того основного медиатора, которого мы не любим встречать при крапивнице. И третий вариант это когда пищевые продукты в своем составе содержат гистамин. Например, некоторые виды рыбы, при неправильном хранении в своем составе пациент с одной стороны из крапивницы принимает антигистаминные препараты, а с другой стороны потребляют пищевые продукты, которые либо провоцируют выброс гистамина, либо просто заедают этим гистамином. Поэтому гипоаллергенная диета у многих пациентов назначается не потому, что они имеют аллергию на этот пищевой продукт, а потому, что просто стараются понизить концентрацию гистаминов, в кровотоке. К сожалению, не всегда удается справиться нам взрослым специалистам, когда мы, например, думаем, что все-таки вот эта диета нам поможет с разрабатываем схемой элиминации, а все-таки продолжается вот этот каскад, который был запущен. здесь, конечно же, как я уже сказала, мы думаем о каком-то эндогенном факторе, но почему здесь так много изображено еще фастфуда, потому что есть такое понятие, как усилители вкуса. Мало того, что эти усилители вкуса могут приводить к симптомам, крапивницоподобным симптомам, но они еще могут приводить к анофилоксии подобным симптомам, так называемым таким серьезным реакциям, которые иногда надо разделять с кожными симптомами не такими опасными. Объятным стоит помнить, что отличает усилители вкуса, которые содержатся в пищевых продуктах. Дозозависимый эффект. Нашему аллергику достаточно, буквально, иногда даже, например, пациенты с аллергии на рыбу говорят, я зашел, был запах рыбы, и у меня случилось кожное высыпание. В случае усилителей вкуса, дозозависимый эффект пациент вам расскажет, что он много съел. Также действуют и гистамины либераторы, то есть это был, например, не только апельсин, на который пациент аллергия, он съел килограмм перед Новым годом и так далее, но это не про усилители, также фастфуд, он съел много фастфуда, и такой дозозависимый эффект, например, глутамат натрия, который содержится, вы на маркировке можете видеть, может привести к таким серьезным системоподобным реакциям. Сегодня уже говорили о лекарствах. Здесь немножко на самом деле такая же история. У нас даже очень долго на кафедре существовала лекция лекарства, как аллергены и лекарства, как неаллергены. Есть лекарства, которые вызывают этот аллергический ответ, который запускает каскад воспалительный схожий с ИГЕ-зависимый, то есть когда есть истинное аллергическое воспаление, а есть лекарства, которые способствуют выбросу тех или иных медиаторов не специфически без этого аллергического каскада. Итак, если мы посмотрим вклад того или иного фактора, но хуже, конечно, еще когда есть сопоставление этих факторов, когда их несколько, здесь идет раскладка процентная в моноварианте, но посмотрите, пожалуйста, какую главенствующую позицию занимает стресс. Самое неприятное объяснение для клинициста и для пациента, когда мы говорим, что есть ситуации с высокой стрессовой нагрузкой, когда у пациента случается, например, обострение крапивницы, да, абсолютно доказано, что стресс влияет на активацию той тучной клетки, о которой сегодня уже говорили. Приносит ли это очень сложная ситуация, потому что пациент приходит и говорит, вы знаете, я абсолютно эмоционально стабильный, меня ничего не тревожит, но вот я иду на экзамен, у меня случается ангиотек и у меня случается генерализованное высыпание, потому что есть, наверное, какая-то причина, и когда на нее накладывается стресс, может быть, она эндогенная причина, которая приводит при сложении этих двух факторов к провоцированию, и, соответственно, эти триггеры суммировались, но на самом деле очень сложно объяснить, что иногда стрессовая нагрузка может провоцировать в моно-варианте симптомы крапивницы. Показания для госпитализации. Здесь, опять же, затронули такую тему. Пациент с одним муртикарием на лице, работает на телевидении. Вот если сейчас бы я была в крапивнице, наверное, мне было страшно смотреть в камеру. Соответственно, вопрос качества жизни. Для кого-то один муртикарий на лице это трагедия, для кого-то генерализованное высыпание, ничего, я приму антигистамин, и у меня все пройдет. Вопрос восприятия очень сложен, поэтому сегодня еще будут об этом говорить, каким образом нивелировать восприятие пациента. Опять же, врач может быть в плохом настроении подумать, что у пациента все хорошо, у меня тут дома такие проблемы, а у вас один муртикарий на лице, это абсолютная ерунда. Поэтому, чтобы нивелировать и уравнять этот диалог, есть для этого специальные инструменты, о которых речь пойдет далее. А чтобы решить спор, мне нужна госпитализация или нет, тоже разработаны рекомендации. И так, потому что большинство в принципе ситуаций, которые касаются острой или хронической крапивницы, они амбулаторные, можно справиться и разработать рекомендации без стационарного наблюдения. Итак, ангиотек в области гортани. Если мы говорим о гистаминовом отеке условно, то на самом деле статистика, я не видела, чтобы кто-то погибал от гистаминового отека. Этим пациентам в основном очень простыми методами своевременное введение гормонов или если это ангиотек или даже антигистаминных препаратов, очень быстро можно помочь. Есть другие, более сложные отеки, которые, например, индуцированы другим медиатором, брадикинином, это отеки при приеме ингибиторов АПФ, это лекарственное средство, которое применяется для снижения давления, это отеки, которые наследственные для приобретенной сегодня тоже эта тема затрагивалась. Они немножко другие, они не как прикрапивницы, они живут долго, они, к сожалению, агрессивнее перекрывают дыхательные пути. Вот тут другая ситуация. Что касается ангиотека, когда к нам в стационар поступают пациенты, когда у них ангиотек развился в рамках диагноза крапивницы, это очень быстрая помощь и зачастую даже не требует реанимации с этим пациентом, удается справиться в приемном отделении. В случае того, когда крапивница является симптомом системной реакции, так называемой анофилоксии, это один из критерий вовлечения кожи, анофилоксия это жизнеукорожающая ситуация, иногда она сопровождается падением давления и так далее. Тут симптом крапивницы просто дополняет критерии для того, чтобы мы рассмотрели данную реакцию как системную. Да, безусловно, это госпитализация. Почему? Потому что в рамках системной реакции мы можем увидеть бифазные или даже трехфазные реакции. Что значит? Казалось бы, мы прервали контакт с аллергеном, а каскад этой реакции продолжается. Тяжелые формы обострения хронической крапивницы, устойчивые к амбулаторному лечению с этой сноской. Вопрос, конечно, тяжелых форм, когда не удается справиться. Ежедневные симптомы, очень высокая активность и, может быть, требуется дополнительное обследование, может быть, требуется мониторинг ответа на тот или иной вариант терапии. Можно ли вылечить хроническую крапивницу? Вы знаете, прошу прощения, 50% пациентов, я сейчас немножко обнулю значимость врача, выздоравливают с хронической крапивницей в течение года. Лечи их или не лечи. Крапивница из ниоткуда пришла и в никуда ушла. Это 50%. Но остаются те пациенты, которые в течение этого года, это данные просто когортных исследований, наблюдательных, ретроспективных и так далее. Были ли варианты того, что мы вылечили хроническую крапивницу? Конечно, да, безусловно, да, вопрос на это, да, есть сложные формы, которые удлиняют путь пациента к выздоровлению, но и с этим мы можем справиться. Был проведен очень интересный социальный вопрос, это опрос, акция совместно с пациентской организацией, спрашивали и врачей, и пациентов результат опроса. Посмотрите, пожалуйста, если мы говорим, в опросе участвовало 479 пациентов с верифицированной хронической крапивницей, но, видимо, все остальные просто испытывали симптомы крапивницы, мы пока не знаем, были они острые или хронические, скорее всего, острые, которые знакомы, что такое ротикарные элементы на теле. Если мы посмотрим на сектор по результатам, который был разбит на три вопроса, симптомы беспокоят ежедневно или почти ежедневно, индуцируются только внешними факторами, не беспокоят настоящее время. И посмотрите, пожалуйста, у тех и других не беспокоят, простите, у пациентов с хронической крапивницей симптомы не беспокоят в настоящее время всего 17%. 50% не достигаем. Может быть, они еще не прошли рубеж одного года. Далее, что было... Далее, чуть глубже отнеслись к большему... Чуть глубже анализ провели в группе пациентов с хронической крапивницей. Кому чаще всего обращаются пациенты и в каком проценте. Здесь у нас абсолютно равные позиции с коллегами-дерматологами, потому что это такой диалог вечный. Пациенты иногда мигрируют от аллергологов к дерматологам и в обратном векторе. Порядка 25-32% равнозначные, но пациенты, казалось бы, с хроническим заболеванием 25% не обращаются за медицинской помощью и нигде не наблюдаются. Вопрос, почему? Наверное, это ответ самолечения. К сожалению, несмотря на то, что мы на каждой школе об этом говорим, что, наверное, надо перераспределить эти 25% на дерматологов и аллергологов. Доля пациентов с установленной причиной хронической крапивницы. Причина установлена 17%. Наверное, здесь речь идет о том, что как раз те эндогенные факторы, которые нам не удается пощупать. Многие внутренние факторы, которые, например, относятся к классу аут-антител, их более тысячи, и скринировать на все и искать причину не совсем корректно. Это удлинит путь до адекватного лечения, а лечение одно и то же, независимо от того, какой внутренний фактор приводит к активации. не может с одной стороны не радовать, что антигистаминные препараты победили при опросе у пациента с хронической крапивницей какие-то альтернативные методы, какие только ответы не слышишь. Чем вы лечитесь? Гомеопатии, аутогемотерапии и так далее. Абсолютно незарегистрированные, непроверенные методы с очень условным уровнем доказательности или полностью их отсутствия. Поэтому с одной стороны победили, но с другой стороны остается 30%, которые лечатся, хотя неизвестно чем, но при этом 69% опять же. К сожалению, здесь антигистаминные препараты не разбиты по поколениям. Это было бы тоже интересно посмотреть. Ну и мы хорошо понимаем, что большинство пациентов по данному опросу, мы можем вернуться к предыдущим слайдам, не удовлетворены текущей терапии хронической крапивницы. А если не удовлетворен пациент, поверьте мне, это не приносит никакого удовлетворения клиницисту. Какие причины, в чем связано неудовлетворение, отсутствие эффективной терапии? Это мнение пациента. У нас мнение немножко иное, что все-таки эффективная терапия есть, просто, пациенты либо занимаются самолечением, и они не знают, либо не идеальны те источники информации, где они, соответственно, пытаются найти решение своей проблемы. потребы. Где получают наши пациенты информацию? Посмотрите, пожалуйста, примерно 50 на 50. Я не буду сравнить. Лечащий врач 40%, 58% это источники альтернативной соцсети, специализированная литература, она вся доступна, интернет-ресурсы и так далее. Мы в команде ЮКИА-центров провели исследование глобальное по всему миру с маленькой точечной точечным анализом, что же в России происходит, но, к сожалению, только наш центр принимал участие в этом опросе, и анализ показал, что чаще всего наши пациенты предпочитают общение через WhatsApp с доктором. Почему нужна эта коммуникация, и почему нужны школы, ресурсы и так далее. Они нужны не только пациентам, они нужны врачам, потому что мы ждем от вас обратной связи. Обратной связи какой? Вы не можете каждый день приходить рассказывать нам о своем самочувствии, а нам это нужно, правильно ли мы назначили, я опять же вернусь к тому удовлетворению, которое мы должны получать, работая, и оказывая свои профессиональные моменты. Поэтому для этого мы стараемся проанализировать по всему миру, в России, каким образом, какие обменники должны быть предпочтительны для того, чтобы пользоваться в коммуникации, когда вы не можете прийти на прием или мы не можем вас принять по той или иной причине. Перехожу к лечению, хотя, казалось бы, много всего наговорил, обещал лечение, вот оно наконец-то случится. что рекомендует? У нас есть алгоритм. Я забегаю вперед, хотя еще новый документ по лечению крапивниц не опубликован международно. Очень здорово, что у нас нет никаких разночтений между российским документом по хронической крапивнице и международным. Схема лечения. Я уже ОДУ спела H1 антигистаминным препаратом второго поколения, то есть это блокад антигистаминным препаратом, которые не обладают седативным действием, не обладают каким-то выраженным побочным эффектом. Следующим этапом является увеличение до четырехкратной. Опять же, это может делать только врач. Взвешено с определенным мониторингом ответа и мониторингом длительности, на которую он эту терапию назначает. И следующим этапом стоят моноклональные антитела против той вот этой молекулы, которая участвует в аллергическом воспалении, независимо от того, внутренний у вас фактор влияет или внешний. Но и очень бы не хотелось добраться до иммуносупрессивной мощной подавляющей терапии. Очень желаю всем пациентам с хронической крапивницей остановиться на моноклональных антителах против ЭГИ. Это тот инструмент, который безопасен и эффективен. Что касается системных глюкортикостероидов, вы не увидите ни на одном этапе базисного лечения системных глюкортикостероидов. Если вы примете глюкортикостероид, поможет. Но при длительном приеме те побочные эффекты, поверьте, отразятся на вашем качестве, на вашем здоровье гораздо сильнее, чем сама хроническая крапивница. Еще один момент, который мне хотел сказать, что если мы идем по этому алгоритму вверх, уже начиная со второй ступени, рекомендованы экспертами, но является оффлейбл. Ни в одной аннотации к препарату вы не увидите эскалацию дозы. Это отдельный также диалог специалистам, когда нам приходится объяснять, что это безопасно, что это проверено, это клиныследование, это документ, который утвержден экспертами. Но все-таки еще нужно врачу дополнить еще один документ под названием врачебная комиссия. И переходя к тому правилу 4С, которое сегодня уже освещалось всеми лекторами, это, конечно же, своевременная диагностика. Первое, быстро дойти до своего диагноза, до правильного, быстро начать лечение, потому что зачастую неправильные схемы лечения способствуют длительному лечению крапивницы. Своевременный переход по ступеням определяет врач и самоконтроль заболевания. Почему я так подробно остановилась на обмене данных? Что значит самоконтроль? Вы ждете от врача знаний, вы ждете от врача предложения различных возможных терапевтических воздействий, а мы от вас очень ждем обратной связи по активности. То есть такой внутренней дисциплины, которая будет возвращать нам информацию, чтобы понимать, каким образом и какие помогают наше лечение, не помогают, нужно пересматривать терапию, в каком направлении или обследовании, если она не помогает действовать. Мы сегодня уже обсудили с Геннадем Дячиковичем преимущество первого и второго поколения. Я не буду на этом останавливаться. Скажу только одно, что единственный аспект, который мы не обсудили, это длительность действия антигистаминового препарата первого и второго поколения. Чтобы заблокировать тот рецептор гистамину, который мы хотим заблокировать, первого поколения надо колоть раз в 4-6 часов, потому что он очень быстро расстается с этим рецептором. Антигистаминные препараты второго поколения абсолютно все, у нас нет третьего поколения, как бы не хотели некоторые это озвучить, у меня один из ординаторов сказал, как минимум их 5, нет, их 2, соответственно, 5, может быть, просто я не знаю, Геннадий, 5, понимаете, такой пример. Что будет через 20 лет. Да, соответственно, можно сказать о том, что, конечно же, чтобы перекрыть суточную потребность в заблокированном рецепторе гистамина, первого поколения нам нужно эскалировать дозы, а при этом суммируются побочные эффекты. Я уже забежала чуть вперёд, гистамин вырывается из активной тучной клетки, неважно, каким триггером она активирована, и, соответственно, взаимодействовать своим рецептором возникает волдырь. Вот антигистаминные препараты, соответственно, конкурентно взаимодействуют с рецептором и не дают гистамину реализовать свой эффект, образовать волдырь или в нежелательном варианте, конечно, ангиоотёк. Вопрос длительности очень часто. Как долго лечиться антигистаминными препаратами, если они помогают? Пока заболевание не расстанется с вами. К сожалению, бывают такие ситуации, когда мы пытаемся двигаться обратно с эскалационной дозой в сторону одного, не удаётся, и очень долго мы находимся на ступени, которая предшествует одной таблетке. Здесь, конечно, нам подсказывает спектр безопасности. Настолько благополучный спектр безопасности у препаратов второго поколения, что у нас нет никаких рисков, например, лекарственных взаимодействий, если это активный метаболит. Если есть лекарственные взаимодействия, нам нужно назначить какой-то препарат по поводу какого-то другого заболевания, то у нас есть возможность заменить, потому что линейка антигистаминных препаратов второго поколения довольно-таки широка. Кому помогают антигистаминные препараты при лечении хронической крапивницы? 50% пациентов. Мы часто говорим, что есть факторы риска, не ответа на антигистаминные препараты. Это наличие ангиотеков, это наличие сочетания спонтанной физической формы крапивницы, это ряд тестов, которые мы проводим для выявления аутореактивности кожи, но все-таки 50% пациентов нам удается остановиться в лечении хронической крапивницы на втором этапе. Если не удалось эти 50%, у нас есть тоже безопасное средство, с которым мы знакомы я лично для лечения астмы с 2005 года, потом она получила еще одно регистрационное показание, это крапивница, и с 2021 года мы имеем этот ресурс в лечении аллергического ринита, то есть хорошо изученный препарат, простите, моноклональные антитела, которые направлены на плавающий в крови иммуноглобулин И. Что делается? Вымывается вот эта драйверная молекула из кровотока и соответственно тучным клеткам не удается так активироваться, как бы хотелось в рамках крапивницы, и таким образом тучная клетка начинает при длительном приеме одна из концепций терять свое рецепторное поле. Есть сленговое название лысеет. Мало рецепторов, даже небольшому количеству иммуноглобулина и не с кем взаимодействовать, блокируется активация. Опять возникает вопрос плавающий как раз иммуноглобулин и который и препаратом антиэгое терапии выбывается из кровотока. Вопрос часто задают как долго? Ответ тот же. Пока не уйдут симптомы. Минимальный курс лечения полгода. Дальше мы пробуем отменить и посмотреть. Рикошета не бывает. Что значит рикошета? Отменили, мы можем вернуться на исходную. Но вот такого эффекта, как после гормонов или плазмоферезов и так далее, то, что мы можем убедить, такого не происходит. Как я уже сказала, мне не очень хочется говорить про четвертую ступень, когда применяются иммуносупрессивные препараты. Это те препараты, которые подавляют мощно иммунную активность в случае неэффективности биологической терапии. Таких пациентов немного, потому что практически к 100%, к 98%, к 98%, к 96% стремится эффективность предыдущей третьей ступени на анти-ИГЕ-терапии. Но они случаются. И здесь, конечно, абсолютно четкий контроль клинициста, потому что все препараты, включая гормоны, которые обладают иммуносупрессивным действием на базе лечения, хотя гормоны не показаны, я просто даже не хочу касаться названий препаратов, потому что в случае четвертой ступени никакого варианта самолечения быть категорически не должно. Я уже рассказала про гормоны, что мы используем не для базисного лечения, а только для коротким курсом побороть какое-то сильное обострение, базисно они не используются, и опять же предостережением является профиль безопасности, это небезопасно, и те последствия, которые могут привести применение гормонов, могут быть необратимыми. Итак, достигнуть выздоровления от крапивницы можно, забегая вперед, арсенал средств безопасных у нас будет только расти, сейчас в клинических исследованиях находится несколько молекул, которые будут купировать воспалительный ответ. При крапивнице не всегда нужно самоотверженно искать причину, особенно у взрослого пациента с крапивницей, потому что это может сильно удлинить путь к правильному лечению, так как во взрослой практике мы имеем эндогенные причины крапивницы. Стараться найти своего доктора, вот мы сейчас присутствуем, кто-то из Москвы, кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то, я знаю, что многие пациенты, хотя есть референсные, ездят в Санкт-Петербург полечить крапивницу и ангиотеки, есть и такие, есть и обратное движение, очень важна коммуникация, потому что специалист должен не только быть профессионально подготовлен, но еще вызывать доверие и нивелировать тот стрессовый фактор и улучшать то качество жизни, которое и так уже подорвано хронической крапивницей, поэтому, наверное, совет такой, не занимайтесь самолечением, лучше займитесь поиском своего врача, специалисты, которые характерологически и психологически будут с вами совместимы. Спасибо большое. Доктор Ильина, огромное спасибо. Он очень имеет принципиально важное значение, потому что рассказывает о том, как нам лечить этих пациентов. Я хочу сказать, что современные схемы, они отличаются высокой эффективностью, как вы сказали. И, конечно, у нас есть арсенал средств, который может полностью улучшить сначала самочувствие пациента, а потом уже и говорить о возможном перестройке иммунной системы и, соответственно, выздоровлении его. Мы вам очень благодарны за ваш огромный опыт, знания в этой области. Вы их очень просто доходчиво объяснили. Я надеюсь, что все пациенты услышали, что у них есть свет в конце туннеля. Это точно. И они могут лечиться так, как положено лечиться. Спасибо вам большое, еще Дарья Сергеевна. А сейчас разрешите пригласиться Даяну Игорьевну Козлову Пожалуйста, еще раз напомню вам, это большой специалист в области лечения вообще аллергических заболеваний, а уж крапивница особенно. И главная цель и задача, которую мы хотим услышать сегодня от вас, это вот эта маршрутизация пациента. Очень часто нам задают вопрос, когда хотят попасть к тому или другому специалисту, а что мне надо сделать, чтобы прийти к вам не просто так. И это всегда очень важно, какие анализы может быть надо. Поэтому вот ваш доклад можно назвать практическое применение наших знаний. Спасибо. Спасибо, Геннадий Азикович. Добрый день, дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги. Я очень рада, что эта школа по лечению крапивницы, пациентская школа, теперь проходит в Санкт-Петербурге. И хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить и поделиться нашим опытом лечения этого заболевания. И действительно, мы проанализировали наших пациентов в течение более чем трех лет. Здесь представлены данные анализа более 300 пациентов. В основном это женщины, это сопоставимо с данными других международных исследований и наших отечественных. И действительно, в нашей практике из больных хронической крапивницы больше это больные хронической спонтанной крапивницы. Также мы видим в нашей клинике больных с так называемой индуцированной крапивницей, то есть тех больных, у которых мы можем установить какой-то триггер заболевания. И есть пациенты, у которых мы выявили сочетание спонтанной крапивницы и индуцированной крапивницы. И по такому общему мнению эти пациенты могут иметь более тяжелое течение хронической крапивницы. сколько же страдают пациенты, когда они приходят на прием к аллергологу? В среднем продолжительность крапивницы у наших больных составила 3-5 лет. И мы видим значительную часть, более 5 лет они обратились уже на прием к аллергологу в нашу клинику. То есть до этого проходили большое количество обследования, лечения, но это не приносило должной эффективности, не приносило пациентам должного удовлетворения. Действительно и у наших пациентов при диагностике мы видим большое количество сопутствующих заболеваний и важно отметить и часто пациенты об этом рассказывают, действительно часто выявляют заболевания желудочно-кишечного тракта и мы видим что у больных хронической спонтанной крапивницей есть и другие сопутствующие аутоиммунные заболевания, лидирует аутоиммунный тиреидит. Какими же препаратами мы лечим хроническую крапивницу? И как прозвучало уже неоднократно, действительно больные получают антигистаминные препараты современные, то есть препараты второго поколения и мы также применяем препараты в эскалированных дозах, то есть препараты в увеличенной четырехкратной дозировке, но не все пациенты действительно отвечают на такое лечение, есть часть больных с так называемой хронической крапивницей резистентной к антигистаминным препаратам. И у нас теперь уже появилась целая категория больных, которые получают биологическую терапию, и у нас достаточно много таких пациентов, мы видим 20%, больные все равно вынуждены проводить, мы им проводим курсы гормональной терапии, но это, как уже здесь мы обсуждали, действительно, это вынужденная ситуация, это может быть только короткий курс, который мы назначаем при обострении крапивницы, при достаточно выраженных ангиоотеках. И ни в коем случае гормональная терапия не может быть, конечно, базовой терапией хронической крапивницы. В настоящий момент мы наблюдаем 59 пациентов с хронической спонтанной крапивницей, которые получают биологическую терапию, то есть находятся на третьей ступени, как говорила Дарья Сергеевна, терапия хронической крапивницы. И в настоящий момент эти пациенты, у них разная продолжительность лечения, и кого-то мы только недавно инициировали, кто-то получает эту терапию более года, но средняя продолжительность лечения биологическим препаратом у наших пациентов составила около 6 месяцев. И переходя непосредственно к таким практическим вопросам, которые задает пациент на приеме у врача и которые пациент задает сам себе, когда сталкивается с этой проблемой, я бы хотела обсудить несколько подробнее. Так вот, что же делать нашему пациенту, когда он слышит такой диагноз хроническая крапивница и соответственно думает о том, как изменится после этого его жизнь, и может быть это как-то отразится и на членах его семьи, и что же теперь он должен делать. еще раз резюмируя все, что сказали мои глубоко уважаемые коллеги, я хотела бы подчеркнуть, что чаще всего хроническая крапивница это не аллергия. И поиск вот этого виновного, единственного аллергена, на который уходит очень много сил и очень много времени у наших пациентов, он на самом деле абсолютно не нужен и часто он безрезультатен, и мы не можем выявить вот эту причину хронической спонтанной крапивнице. Действительно хроническая спонтанная крапивница это заболевание не заразное, это не инфекция, и поэтому соответственно человек будет безопасен и для своего окружения, для семьи и так далее. Не передается по наследству хроническая крапивница, это тоже часто задаваемый вопрос на приеме аллерголога, и пациенты иногда с опаской рассказывают и говорят доктор, мне кажется, что ночью мне действительно становится хуже, и у меня больше зуд беспокоит. Может такое быть? Действительно такое может быть, и мы знаем, что обострение действительно может быть в ночное время, и это связано с естественными циркадными ритмами. Так вот, нужно ли искать причину после того, когда установлен этот диагноз хроническая крапивница? И какое обследование необходимо сделать? Но мы знаем, что такое скрининговое обследование многократное для поиска причин пациентам с хронической крапивницей не показано. Действительно, есть спектр большой исследований, о котором Геннадий Азикович говорил уже сегодня, но все эти исследования должны быть назначены врачом-специалистом, и они обязательно должны быть по показаниям. То есть, многократный поиск причины вот этих высыпаний, он абсолютно не нужен. есть базовые тесты, которые мы рекомендуем, это клинический анализ крови, исследование соиции реактивного белка. При хронической крапивнице у больных острой крапивнице они часто и не нуждаются вообще в каком-либо обследовании. То есть, диагноз мы устанавливаем клинический, на основании своих данных врач-клиницист, видя вот эти характерные уртикарные высыпания, может уже говорить, что у пациента действительно есть крапивница. И еще останавливаясь на поиске причинно значимого аллергена, очень много обследований пациенты назначают себе сами, и теперь есть большие возможности в поиске аллергенов. Мы живем в очень сейчас есть много диагностических новых возможностей, я имею в виду и молекулярной аллергологии и так далее, и пациенты действительно проходят эти дорогостоящие обследования в поиске какого-либо причинного аллергена. Этого делать абсолютно не нужно, потому что причина может быть совершенно в другом. Так вот, когда пациент собирается на прием к врачу, на что он должен обратить внимание и как построить беседу со специалистом, чтобы осветить ему свою проблему. Так вот, когда пациент приходит, то, безусловно, он говорит о своих жалобах, описывает свои симптомы, но крапивница, такое заболевание достаточно капризное, и действительно, у пациента могут быть сильные уртикарии, зуд, которые потом с течением времени, они могут пройти, и часто пациент приходит на прием к врачу и говорит, вчера у меня еще все было, а сегодня я к вам записался на прием, и уже мне показать вам, к сожалению, нечего, и сам от этого очень расстраивается. Поэтому в настоящий момент мы говорим, что современные гаджеты приходят нам на помощь, и действительно пациенты приносят свои фотографии, присылают, и это имеет большое значение, потому что тогда мы можем видеть вот эти характерные ангиотеки, характерные высыпания, как это выглядело. И, в общем-то, мы призываем пациентов фотографируйте себя, и мы можем тогда проследить историю ваших этих высыпаний. Конечно, еще раз, хотя мы об этом много говорили, еще раз повторюсь, очень важно период жизни этого уртикария, как быстро он проходит. Проходит он в течение 24 часов или остается, разрешается он бесследно или оставляет после себя пигментацию и шелушение, это тоже очень важно, для врача это будет важная информация с целью последующей диагностики крапивницы. Какие-то могут быть триггеры, которые вызывают появление этих уртикарных высыпаний. То есть, мы говорим, что может быть спонтанная крапивница, когда пациенту не с чем связать, и действительно утром просыпается пациент, и он не знает, какой он пойдет на работу и на учебу, будет ли у него этот отек, появятся ли у него эти волдыри. Но есть такие случаи, и это относится уже к хронической индуцированной крапивнице, когда пациент и сам замечает и говорит нам о том, что после солнца или после воздействия холода у него возникают эти уртикарные высыпания, после давления. И, соответственно, всю эту информацию он врачу рассказывает, есть ли какие-то причины, которые, по его мнению, способствуют возникновению этих уртикариев. Безусловно, для того, чтобы объективизировать как-то этот диалог врача и пациента, нужны специальные инструменты. Потому что действительно для кого-то один уртикарий является колоссальной проблемой, а для кого-то даже обширные высыпания, он этому, может быть, не придает такое значение. Так как же решить, насколько страдает наш пациент и насколько тяжело течение его крапивницы? Для этого есть специальные опрочники, которые врач может дать пациенту, он заполняет, и на основании данных уже этих опрочников мы можем составить более объективную картину заболевания. И, конечно, пациент говорит о том, какие препараты он применял, чем он лечился, насколько это было эффективно. Все это на приеме у врача он обсуждает и эту информацию врачу предоставляет. На слайде представлены наши пациенты, действительно, которые себя фотографируют, и мы уже можем говорить о том, что это действительно хроническая спонтанная крапивница. Говоря о современных опрочниках, их есть несколько, и одни из самых распространенных это тест по контролю над крапивницей, шкала активности крапивниц УАЗ-7, шкала активности ангиотека, и есть еще показатель дерматологического индекса качества жизни, но показатель дерматологического качества жизни это опрочник, который не специфичен только для крапивницы, он используется и у пациентов с другими дерматологическими заболеваниями, с псориазом, атопическим дерматитом и так далее. Шкала УАЗ-7 это та шкала, которая пациент заполняет ее, этот опрочник, в течение недели, и он самостоятельно выставляет баллы по двум категориям, то есть пациент сам оценивает количество волдырей и насколько сильно беспокоит его зуд. Максимально он может поставить себе три балла и соответственно один балл это количество волдырей до 20, два балла это от 20 до 50 волдырей в среднем и три балла это соответственно уже интенсивное проявление крапивницы это более 50 волдырей. Точно так же по такой же балльной системе оценивают и зуд. И когда мы анализируем уже за 7 дней подсчет баллов есть определенная шкала согласно которой максимально 42 балла это будет максимальная активность крапивницы с 16 до 27 баллов это умеренная хроническая спонтанная крапивница. если у пациента до 6 баллов по шкале ОАС-7 мы говорим о том что его крапивница хорошо контролируется или может быть 0 баллов что тоже говорит о полном контроле крапивницы это может быть контроль на фоне нашего медикаментозного лечения но это может быть и спонтанная ремиссия когда пациент соответственно крапивница действительно может отступить и для этого заболевания характерны действительно спонтанные ремиссии когда этих высыпаний не будет и они перестанут беспокоить нашего больного еще один пример заполнение шкалы ОАС-7 вот мы видим пациент подсчитал получается за 7 дней 27 баллов что говорит о том что у него умеренная активность крапивницы и это помогает в нашем диалоге когда мы назначаем и подбираем какую-либо ступень терапии и когда мы говорим о том будет ли эффективна эта ступень терапии и нужно ли переходить на следующую мы можем ориентироваться на количество баллов и если оно на фоне нашего лечения соответственно снижается мы говорим пациенту ваше заболевание находится под контролем и поэтому соответственно лечение достаточно эффективно следующий тест это оценка контроля крапивницы мы видим он состоит из четырех вопросов и здесь также пациент ставит и набирает баллы но тут обратная ситуация чем больше баллов тем лучше он себя чувствует 16 баллов согласно тесту по контролю крапивницы это максимально хорошая оценка так как у пациентов с хронической спонтанной крапивницей часто мы видим сочетание с ангиотеками то мы можем у пациентов использовать и оценку активности тяжести ангиотеков также разработана такая анкета такой опросник и чем выше балл по этому опроснику тем тяжелее течение ангиотека кроме того есть показатель дерматологического индекса качества жизни и все эти опросники они представлены в бумажном виде это валидизированные опросники они переведены на русский язык но кроме этого в настоящий момент я знаю что ну разработаны и версии электронные и версии как приложение для мобильных телефонов что конечно более удобно русскоязычной версии в настоящий момент еще нет она разрабатывается но конечно наверное в 21 веке пациентам будет более удобно пользоваться не только бумажными носителями но и своими электронными и соответственно и анализировать врачу будет также удобнее когда мы с вами получим вот такое приложение это будет таким большим шагом в комплайнсе то есть соответственно в взаимопонимании врача и пациента таким образом на приеме безусловно для того чтобы создать вот этот диалог врача и пациента конечно должна быть как ответственность врача но так и ответственность пациента то есть объективно изложить свои жалобы помочь врачу в мониторировании своего заболевания и в оценке эффективности терапии то есть посредством вот этих современных разработанных опрочников безусловно это очень важный аспект и конечно очень важно быть приверженным лечению которое вам назначили безусловно так как это это хроническое заболевание действительно но свет в конце тоннеля есть и чтобы дорога это была более прямая как мы сегодня говорим конечно нужно следовать рекомендациям и тогда на пути вот на этом пути действительно мы можем быть партнерами и отношения будут между врачом и пациентом партнерские и это конечно только как бы будет плюсом в лечении вашего заболевания еще один из таких практических вопросов нужно ли менять как-то свой образ жизни если установлен диагноз хроническая крапивница и нужно ли чего-то избегать на слайде представлены рекомендации которые опубликованы в клинических рекомендациях по лечению крапивницы и врачи предупреждают пациентов действительно говорят о том что нужно избегать провоцирующих факторов если это хроническая индуцированная крапивница то конечно мы своих пациентов оберегаем от жары холода физических нагрузок пациентам с хронической рецидивирующей крапивницей показан специальный уход за кожей с использованием средств специальных адаптированных для чувствительной кожи и с крапивницей замедленное давление следует избегать давления на кожу и соответственно пациентам с контактной крапивницей также следует избегать контакта с провоцирующим фактором все это поможет поможет контролю заболевания и сделает терапию более эффективной но один из самых интересных вопросов поэтому наверное и много раз мы сегодня это повторяем потому что пациенты на приеме всегда обязательно или с этого вопроса начнут или этим вопросом завершат обязательно скажут что доктор ну что же мне можно есть у меня такое тяжелое заболевание наверное мне ничего нельзя или начинают свой рассказ там что я год уже ничего не ем и чтобы не повторять еще раз но сделаю несколько акцентов что действительно есть продукты которые могут усилить высыпание и это продукты могут быть как гистамина либераторы так и продукты которые непосредственно содержат гистамин и мы видим что есть разное содержание гистамина в привычных нам продуктах и конечно пациентам с хронической крапивницей мы говорим о том что эти продукты лучше минимизировать уменьшить уменьшить в своем рационе потому что это может способствовать обострению и приведены данные исследования о том что диета без гистамина приводила действительно к снижению активности крапивницы но это не первопричина поэтому пищевая аллергия у взрослых я подчеркиваю потому что было много сказано о детях действительной обострой крапивнице но когда мы говорим о взрослых пациентах с хронической крапивницей пищевая аллергия как правило не причина и не нужно мучить себя и мучить своих пациентов соответственно строго элиминационной диетой в случае ее неэффективности более месяца мы ее расширяем и говорим о том что вы действительно можете употреблять привычные вам продукты и если вы будете себя лишать их то это еще больше снизит качество жизни плюс еще к высыпаниям изуду и ангиоотекам еще и вот такая строгая диета поэтому смысла в ней нету и безусловно все нюансы конечно пациент должен обсуждать со своим лечащим врачом и какие-то уже более конкретные рекомендации вы можете конечно получить только на приеме у врача очень актуальный вопрос в настоящее время хроническая крапивница и ковид-19 что же как влияет ковид-19 на течение хронической крапивницы и по данным 95 Юкеа центров по лечению крапивницы хроническая крапивница не влияла на течение ковид-19 но ковид-19 приводил к обострению хронической крапивницы у каждого третьего пациента ну вот настоящий момент такие данные и кроме того Дарья Сергеевна тоже уже коснулась вот этого опроса пациентов насколько изменился как бы подход к ведению пациентов в момент пандемии конечно и у нас и в других странах теперь нету такого очного приема но нам на помощь приходит и соответственно электронная почта различные мессенджеры консультации по зуму телемедицина конечно все это теперь имеет место быть и мы со своими пациентами часто встречаемся онлайн как в общем-то и сейчас в рамках этой школы часть пациентов смотрит онлайн но самое главное не терять контакта со своим доктором и это очень важно даже если вы не можете прийти на очный прием так куда же бежать пациенту с хронической крапивницей и как же искать вот этого врача о котором мы говорим так много который занимается этой проблемой кто лечит хроническую крапивницу но я бы хотела подчеркнуть еще раз что конечно это междисциплинарная проблема и безусловно врачи и аллергологи и дерматологи и педиатры все вовлечены и все видят на приемах этих пациентов и представлен здесь слайд маршрутизации взрослых больных и я бы хотела сказать что у нас в нашей клинике микологической клинике северо-западного университета имени Мечникова мы таких больных принимаем есть прием в консультативно-диагностическом отделении по адресу Сантьяго-де-Кубо дом 1 дробь 28 и потом уже эти пациенты если они нуждаются в стационарном обследовании и лечении мы можем их госпитализировать но часто действительно пациенты эти амбулаторные и прошли уже большой круг обследований и еще одна госпитализация ничего не изменит то есть уже понятно кто виноват надо переходить к вопросу что делать а что делать у тяжелых больных конечно это такой путь как назначение биологической терапии у нас есть возможность эту терапию назначить и мониторировать ее эффективность с позволения моих коллег педиатров я расскажу про маршрутизацию детей и начинается все с амбулаторного приема у детских аллергологов и уже после амбулаторного обследования для установления диагноза хронической крапивницы действительно пациенты могут быть направлены в детскую поликлинику номер 44 в консультативно-диагностический центр педиатрического университета по адресу улица матросова дом 22 и стационарное обследование оно возможно в рамках санкт-петербургского государственного педиатрического медицинского университета где мы сейчас и находимся но все подробности конечно нужно уточнять у своего аллерголога потому что для врачей еще есть более информация обновляется и врачи получают эту информацию я имею в виду аллергологи нашего города и могут уже составить более такой персонифицированный план соответственно вашего маршрута и лечения дальнейшего и в завершении еще раз разрешите вот это правило 4S не озвучить что же нужно пациенту с хронической спонтанной крапивницей и врачу наверное нужна естественно своевременная диагностика своевременная адекватная терапия своевременный переход по ступеням где вы можете быть с врачом в этих партнерских отношениях и как бы участником вот нужно или не нужно переходить с одной ступени на другую поэтому должен быть активный разговор с врачом и активное использование вот этих современных инструментов в контроле своего заболевания и самоконтроль заболевания по согласно вот этим современным опросникам и в общем-то если вот это правило 4S мы будем соблюдать то наверное крапивница все-таки не будет приговором и дальше нас ждут еще новые и новые перспективы в лечении этого действительно тяжелого заболевания спасибо за внимание очень благодарны за подробный доклад за обсуждение проблемы я вам честно скажу отдельное спасибо вам за пациентов которым вы объяснили что не надо есть хлеб и воду и это не вылечит их от хронической спонтанной крапивницы вот это очень важный факт для пациентов которые нас слышат которые присутствуют здесь действительно лечение хронической крапивницы оно совсем другом и мы четко это понимаем как врачи как специалисты и поэтому призываем всех не заниматься самолечением однозначно направляться к специалисту сейчас мы подходим к самому интересному блоку я вам скажу честно все что было сейчас сказано до этого всеми это прелюдия вот самое интересное начинается сейчас потому что сейчас мы будем рассказывать обсуждать наши клинические случаи которые являются ключевыми в понимании того какой путь проходят эти пациенты и как в конечном итоге к чему мы приходим каким результатом какие результаты мы получаем поэтому я очень прошу всех кто подключился онлайн несмотря на то что уже чуть-чуть мы немножко затянули нашу сегодняшнюю встречу я просил бы не отключаться потому что поверьте самое интересное у вас впереди сейчас мы обсудим ряд сначала клинических случаев потом мы обсудим такие мифы которые существуют в этой теме и конечно огромное количество вопросов уже в чате которые я попрошу наших уважаемых всех спикеров сегодня ответить на эти практические вопросы поэтому с вашего разрешения я начну может быть я да Яна Игоревна вы не возражаете представить случай вот у нас приглашены сегодня очень уважаемые наши пациенты честно скажу конечно очень непростой путь я не знаю выходите пожалуйста ко мне Александра Владимировна пожалуйста Евдокия присоединяйтесь ко мне пожалуйста сюда подходите да ко мне здравствуйте да здравствуйте ну тут есть два варианта первый вариант я знаю что вы будете все равно подготовил небольшую такую презентацию чтобы показать основные этапы если вам это комфортно удобно то можно начать с этого либо мы можем просто с вами обсудить это как вам будет приятнее нам и так и так приятно единственное как бы более информативно если вы возражаете не возражаете я так быстро чтобы понятно что такое общими трубными мазками наверное имеет смысл обозначить спасибо вам большое коллеги тогда пожалуйста если я что-то буду говорить не так вы пожалуйста меня поправляйте можете ко мне сюда чуть-чуть поближе не выходя далеко не выходя далеко ребенок из семьи с отягощенной наследственностью пищевая аллергия в анамнезе аллергический ренит тракеобронхит гастентерологом наблюдается с 2012 года диагноз к сожалению очень часто в детской практике не существующий называется это болезнь дисбактериоз кишечника с обнаружением большого количества как бы различных результатов были показаны цисты лямблии и неоднократные курсы противолемболиозной терапии пробиотические с апреля 2013 года появились пятнистые валдерные элементы по всему телу которые исчезали в течение 24 часов и отмечались ангиотеки вот такие были высыпания иудокии у нас как вы видите достаточно мощные распространенные и естественно доставляющие большие проблемы наблюдалась она сначала аллергологом с диагнозом острая крапивница и с апреля 2013 года как бы пошли вот этапы очень активного лечения использовалась и гипоаллергенная диета и гормональные препараты антигистаминные пробиотики внутривенное введение аминокапроновой кислоты проведелось действительно полное обследование как вы видите у евдокии повышенный уровень иммуноглобулина Е и как хотим 140 единиц и были доказаны наличие специфических ЭГИАТ тел с сенсибилизацией к домашней пыли безусловно очень правильно были исключены системные заболевания как вы видите врожденные наследственные заболевания но к сожалению как бы все это обследование и лечение которое проводилось на этом этапе оно не давало желаемого результата неоднократные повторяли дискурсы включая энтеросопцию плазмофрес неоднократные все-таки эффективности никакой не было четырехкратное увеличение двух-четырехкратное увеличение тегистаминных препаратов эффекта не дало и вот с лета 2014 года назначена была биологическая терапия вот эффект от проводимой терапии если вы не возражаете я хотел бы вас попросить я дам тебе Евдокия тоже свой микрофон и вы пожалуйста вот расскажите ваш этап как все это проходило вот ваше ощущение это какое было что вам больше всего доставило проблем в этом заболевании и что вам реально помогло пожалуйста у меня были очень сильные высыпания они чесались сейчас вот сейчас у меня их практически не было в последнее время мне им принесло он полонит он мне сильно помогал помогал ты волнуешься Евдокий волнуется да ты волнуешься конечно давайте я немножечко добавлю тогда на самом деле была ситуация сложная потому что мы не знали я как мама я не знала куда бежать то есть мы были неоднократно в разных больницах Евдокия лежала ее приводили вроде в норму но потом спонтанно болезнь возникала и это было ну практически неконтролируемое потому что с утра встал ребенок с большим отеком отек к венке либо отекшие губы отекшие глаза и это не было связано с поеданием килограммов шоколада там или еще что-то потому что длительно она уже как бы такой антигистаминной диеты придерживались всегда то есть вот этого не было конечно когда мы начали терапию было улучшение надежды были на плазмоферез сначала но в общем-то они не оправдали себя и так мы проходили терапию второй больницы длительно там же познакомились с Геннадием Айсиковичем и вот он нас уже вел много лет сейчас в общем-то девочка не знаю мне кажется в ремиссии находится бывают конечно какие-то всплески да я хотел бы показать это вот в мае 18-го у вас же была проблема у нас ли Витилиго и назначили крем который наносили на участки кожи что привело к появлению обострения заболевания убрали этот крем постепенно вроде бы стало чуть получше да обошлись антигистаминопрепаратом но честно скажу уже возникло вопрос о возможности повторного назначения антигитерапии антигитерапия я вам хочу сказать что это уникальный препарат любые перерывы любые несвоевременно вовремя назначенные инъекции не приводят к какому-то эффекту ослабления этого действия препарата он прекрасно действует всегда даже после того как вы длительно его использовали раньше и это имеет свое обоснование то есть это препарат пожалуй наверное один из немногих биологических препаратов на которые не формируется выработка своим организмом блокирующих антител поэтому даже если у вас будет перерыв назначения этого препарата то безусловно повторное назначение будет точно так же эффективно как и предыдущее ну в общем ситуация конечно обострилась я вам честно скажу стал вопрос возможно уже возможно назначение но вот есть судьба да и слава богу не потребовалось насколько я знаю да да не потребовалось на самом деле вышла она из этого состояния но понятно я говорю когда мы ездили куда-то я всегда имела преднизолон и все препараты колола и в случае конечно такого сильного какого-то эффекта да обычно убирали гормонотерапию вот какие-то разовые несколько инъекций да это помогает да сейчас конечно в общем-то более-менее все стабильно у меня такой один только вопрос качество жизни значительно улучшилось вообще жизнь другая да жизнь другая сейчас жизнь другая видите какие вот фотографии я специально их привел то есть прости я глаза закрыл чтобы никто не видел но это действительно другая жизнь у меня такой вопрос на этом фоне как быстро вы почувствовали вот эту эффективность этого препарата как вы поняли что вы идете правильным путем ваши ощущения ваши впечатления ну мои ощущения где-то месяца три наверное да то есть три введения и потом после третьего введения вы почувствовали принципиальную разницу в этой жизни да конечно чистота уменьшилась вот это очень важный вопрос я хотел бы обратить всех внимания и наших пациентов чтобы они не отчаивались у нас есть ранние ответчики есть поздние ответчики и это очень важный момент обратите пожалуйста внимание не надо отчаиваться если в течение какого-то времени вы не получаете долгожданный эффект это связано с различными механизмами формирования этого заболевания поэтому на мой взгляд даже вот 6 месяцев которые рекомендованы в качестве Рубикона и определения эффективности терапии на мой взгляд это не совсем правильно потому что в принципе найти на мой вот я честно скажу уважаемые спикеры могут меня поправить найти себе больного с хронической спонтанной крапивницей который не ответит на антиэгетерапию это наверное надо очень постараться таких пациентов думаю нет рано или поздно будет ответ но только вот есть группа поздних ответчиков и ранних конечно настроение было другое как после третьего инъекции стало полегче ну и в общем достаточно быстро у вас уменьшили все клинические проявления и конечно я вам честно скажу можете не так вот вы ездите я так понял все равно зная о том что бывают такие реакции с целым набором аптечки но думаю что в вашей ситуации вероятность того что вам потребуются эти препараты нет но честно скажу знаете есть такой закон если ты хоть раз что-то не взял из лекарств то это лекарство тебе обязательно потребуется я не знаю закон подлости какой-то он работает это точно и поэтому конечно наши пациенты особенно с тяжелыми проявлениями в виде хронической карапевницы они иногда так и делают пожалуйста можешь добавить что нет я хотела задать вопрос а можно мне домашних питомцев сейчас хороший вопрос спасибо тебе большущий за вопрос в отношении лично тебя у тебя когда-то была достаточно выявлена высокая на мой взгляд второй класс сенсибилизации клеща домашней пыли надо у тебя есть аллергия которая называется атопия эгои ассоциированная безусловно связанная с неинфекционной сенсибилизацией а есть у тебя еще и вот твоя хроническая крапивница которая немножко связана с другими факторами хроническая крапивница твоя не противопоказание к заведению к тому чтобы завести тебе питомца надо просто сейчас провести дополнительное обследование понять в какой этой ситуации находишься в отношении риска возможной реакции дыхательными путями в первую очередь на допустим того питомца который ты заведешь и в зависимости от этого принять решение твоя хроническая крапивница не является противопоказанием для того чтобы ты завела там кошечку собачку я не знаю кого сейчас только не заводит это ужасно бывает узнаешь про таких животных о которых никогда не слышал и не видел да ну я имею ввиду какую-нибудь ящерицу это ради бога но тоже бывает аллергия поверхности выражены короче говоря на твой вопрос я ответил что да можно но после дополнительного следа учитывая твою сопутствующую так скажем аллергию которая у тебя была раньше сейчас я пока не могу ответить вот однозначно но хроническая крапивница не противопоказания спасибо да 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 пожалуйста к нам присоединяйтесь коллеги только заходим сюда в эту зону спасибо за смелость то что вы не побоялись выйти перед аудиторией докторами вопрос такой а вот то что вы говорили про витилиго это биологическая терапия оказала какой-то эффект на это состояние или нет после витилиго обнаружения витилиго мы не проходили уже эту терапию была реакция на крем витискин витилиго здесь же мы на матросово диагностировали у вас и сейчас тоже ситуация для меня честно говоря осталась под вопросом ну проявление витилиго усилилось или осталось на том же уровне или уменьшилось а вы знаете не получали не получали просто была реакция именно вызванная вот этим кремом вдруг на фоне такого стабильного хорошего состояния уже длительного вдруг ребенок выдал такую же вот эту реакцию ну там вообще тыква витилиго витилиго витискине да насколько я знаю ну в общем не знаю это я не уверен мне так кажется да спасибо большое очень интересный вопрос да конечно о связи к терапии к этому отношению никакого не имела в это время Евдокия не получала никакую биологическую терапию это просто вот такое заболевание которое в определенный возрастном период появилось ну я думаю что оно вполне закономерно она могла появиться у любого человека в том числе и в Дакии спасибо вам огромное еще вопрос я просто скажу что из всех животных которые вот мы дерматологи замечаем самая такая безопасная это собака можно узнать ёвшевский терьер потому что там в общем-то не шерсть там не подшерсток а там волосы вы поняли почему есть принципиальная разница между аллергологами дерматологами мы-то точно знаем что основным критерием является не шерсть а продукты жизнедеятельности этих животных моча плюс слюна пот и поэтому уговорить аллерголога чтобы он дал согласие на то чтобы завести то или другое животное значительно тяжелее чем дерматолог он скажет возьмите лысую кошку лысую собаку кошку с каким-нибудь человеческим выращенным волосом не поможет если есть аллергия тут вопрос уже другой да пожалуйста да да конечно Дарья Сергеевна я буду добрым аллергологом добры вы все разрешите если же мы говорим про качество жизни как один из ориентиров если отсутствие животного Геннадий Сергеевич приводит несмотря на вылеченную хроническую крапивницу к подавлению качества жизни я за животных просто есть вопрос абсолютно соглашусь что надо посмотреть конечно не расширил не изменился ли спектр если не изменился вы меня поддержали я тоже такой же любитель животных не делайте из меня врага животных но первое что хочешь сказать да можно известить больному с хронической крапивницей как я сказал можно но если у нее есть сенсибилизация аллергические ренита или не дай бог что-то еще более серьезное связанное с сенсибилизацией к эпидермису я в этой ситуации не знаю как вы в своей практике я в общем стою жестко говорю нет я не хочу дальнейшего расширения ни спектра сенсибилизации ни соответственно клинических проявлений может быть я не прав так как у нас больше перспектив перспектив у аллергологов с лечением все-таки сенсибилизации кошки к различным ее компонентам про еду про еду для кошек не-не-не-не-не приближающуюся наличие рекомбинантной вакцины поступательно к кошкам собакам еще пока не идет но в сторону вы же знаете прекрасно что есть еще более простой способ это кормить кошек специальной едой да есть такие исследования но тоже есть неоднозначные они кстати уже продаются эти карма для этих кошек которые могут якобы дать улучшение ну не знаю честно скажу любой осид который проводится это тоже ведь своя процедура по мне так и лучше это элиминировать ну это мое личное мнение извините а критерий в исследовании включение будет как раз наличие контакта с кошкой ну я понимаю если ты ветеринар как во всем мире если ты работаешь соответственно с животными то тут показания косит безусловно когда вы проводите с кошкой но если можно избежать не знаю может быть Денис Владимирович у вас мнение кошку конечно все таки скорее всего нет кошку скорее всего нет все таки я про кошек я понимаю что в Сеченовке делают эту рекомбинантную вакцину да я знаю про эту вакцину все я просто хочу сказать что все таки если выбирать между кошкой и собакой то лучше собаку если говорить про людям хронической у меня собака если вы пытаетесь мне объяснить у меня вообще две собаки и три кошки ничего мы же не делим пациентов с хронической крапивницей поэтому драматолог спасибо вам большое большое огромное спасибо что вы нашли время и возможность мы вам очень благодарны спасибо да спасибо мы посмотрим в чате спасибо вам большое уважаемые коллеги мы продолжаем нашу нашу программу у нас еще ряд пациентов которые мы хотим услышать пожалуйста большое спасибо проходите я в свою очередь хотел бы проходить Сергей представить историю уже взрослого пациента с хронической крапивницей большое спасибо что вы согласились на эту беседу и расскажите с чего все началось и как долго вы болеете хронической крапивницей сколько лет добрый день у меня это началось где-то лет 8 назад высыпание были волдыри на сперва ну на коже на животе потом на спину как-то так спонтанно она прыгала самое худшее когда она стала появляться на лице вот это было что-то потому что там были очень большие волдыри ну и как-то с этим лицом мне интересно было где-то появляться значит я обошел где-то порядка четырех клиник сдавал всяких тестов на аллергены всякие кровь там все что можно все ПГДС скажите я вас прерву на аллергены выявили у вас какие-то аллергены вот это обследование дало какой-то результат ничего вообще потому что там мне какое-то было подозрение сказали что на гречку я говорю ну посидел я на этой диете да там не знаю там я записывал там что я ел там утром как одно и то же гречка этот огурцы без кожуры и что такое там я говорю ну это было жесть потом сказали ну меня все равно то же самое как она меня затухало потом опять у меня опять стало появляться потом в других клиниках тоже самое сдавал кровь давайте иглоукалывание стали делать эффективно было иглоукалывание знаете как ну а ну как может быть может быть как-то не знаю чуть-чуть там помогало но потом через месяц-два мне опять всего обносило вот ну короче после четвертой уже клиники мне сказали что уже меня прямая дорога в ней потому что мы у вас ничего найти не можем вообще они не понимали что откуда у меня вообще взялось и что это такое они говорят мы не знаем что это скажите что вы прошло 8 лет да вы лечились какими препаратами что вы пробовали принимать значит как ну мне назначали антигистаминный препарат там трех или четырех видов ну разные вы принимали да разные потом мне там делали ну в интервенной капельнице которая если меня сильно обсыпало то максимум часов только через 11-12 мне это стало сходить и потом как ну где эти были в алдыре там оставлялся ну как следы оставались ну да пигментация там даже были с ореолами даже была такая интересная вот ну все равно говорю мне как-то это затихало потом может быть месяц у меня ничего не было потом мне опять начинало все обсыпать ну ты не знаешь уже тогда что делать тебе потому что это даже бывает утром ты встаешь идешь в ванну и ты видишь что ты весь красивый ну я хотела бы прокомментировать то есть это длительная история действительно беспричинная то есть причина не была установлена хроническая спонтанная крапивница большой количество большой спектр лекарственных средств пациент принимал но тут не было назначения системных глюкокортикостероидов на большой период как драматически бывает участие взрослых пациентов действительно но были эпизодические назначения инъекционные в форме капельниц гормоны которые были эффективны но ненадолго и то есть в течение всего этого времени у вас не было большого промежутка ремиссии то есть вот так как это началось так это и продолжалось больше или меньше интенсивностью и поэтому было принято решение нами перейти на третью ступень терапии на биологическую терапию расскажите вот вы начали получать биологический препарат и как изменилось ваше состояние как вы стали себя чувствовать вот что что было после назначения принципиально другого лечения ну смотрите получается у меня сейчас уже второй год потому что первое после первого применения ну значит как там высыпания были там перед ним там дней ну там какой-то после него еще было высыпание дней 6 потом потом оно у меня прекратилось и оно у меня так вот спонтанно появляется где-то за 3-6 дней до приема этого препарата у меня начинается высыпание один один раз было что у меня даже когда высыпание было до прямого аппарата потом после у меня высыпало целый месяц хотя у меня аппарат был подведен потом у меня опять же так же мы вводим ничего нет может месяц вообще ничего не быть ну как всегда где-то за 3-4 дня все равно что-то начинает появляться сейчас я еще прокомментирую что пациент пытается нам рассказать терапия была эффективна биологическим препаратом он ответил он ответчик на биологическую терапию но о чем он хочет сказать о том что действительно есть такое как феномен ускользания то есть перед следующей инъекцией начинают единичные уртикарии появляться вот этот шаг 4-6 недель перед следующим введением у него действительно могут появляться правильно да вы меня поправляете поэтому год и мы достигли уже достаточного контроля крапивницы и полностью ее контролировали я хочу просто всю историю рассказать и затем была попытка отмены биологической терапии но крапивница вернулась поэтому сейчас инициирован второй год терапии и терапия так же эффективна как вот здесь прозвучало в чем и особенность и такая очень то что радует безусловно и врачей и пациентов что препарат так же эффективен даже если этот курс мы возобновляем и вводим его после перерыва что особенно актуально в эпоху пандемии потому что действительно когда началась пандемия в городе не всегда мы смогли вовремя вводить и прервались у некоторых пациентов курсы биологической терапии но на самом деле это не отразилось полностью на эффективности этого лечения потому что когда мы вводим вновь он вновь эффективен это как бы вот пример да конечно потому что то что у меня было раньше после того что мы стали с вами делать мне стало лучше во много раз реально потому что сейчас мы дальше начали продолжать но то что было у меня раньше такого уже больше не наблюдается потому что раньше это был полный ужас ну то есть высыпаний нет зуда нет единичные да единичные бывает перед следующей инъекцией вы чувствуете да то есть просто чтобы это было понятно пациентам которые смотрят нас и соответственно в настоящий момент да Сергей у нас находится на вот этой третьей ступени и мы продолжаем это эффективное безусловно лечение да так что он не помогает спасибо да у нас есть еще второй пациент пациентка проходите пожалуйста здравствуйте Александра спасибо что вы пришли рассказать свою историю расскажите как долго вы болеете хронической крапивницей у меня пошел десятый год с чего все началось началось все довольно-таки очень странно я перенесла очень нервное потрясение на работе и прямо на работе покрылась с ног до головы вся крапивница и после этого каждый день у меня не было ни дня передышки меня посещала крапивница локализация была на руках на животе на ногах а потом это все пошло на шею на лицо и собственно начало распространяться по всему телу включая какие-то гигантские собственно образования очеки были у вас очки были ангионевротические отеки отекали губы глаза руки причем руки отекали настолько что приходилось разрезать кольца иногда на руках потому что утром проснешься а у тебя как бы руки как сосиски вот с такими вот огромными образованиями отека все vorbere 4000 что вы cap что вы делали за долгое длительное время так что я только не проходила Что делали? Делали плазмофорез, который никак не помог, собственно, что делали, что не делали. Ходила по разным клиникам к аллергологам, которые назначали мне антигистаминные препараты, назначали мне препараты кортикостероидные, назначали мне, собственно говоря, тоже иглоукалывание, то есть всякие различные анализы. Плюсом ко всему я сдала за 40 с лишним тысяч огромную аллергопанель, которая ничего не дала и не показала вообще ничего. Собственно, помимо этого всего, огромное количество платных врачей, платных анализов, которые просили сдать, то есть, ну, не знаю, как, наверное, выкачивали деньги, по-другому это как-то не назвать. Мы не будем так скептически говорить, то есть искали причину. Да, причину искали очень долго, и в одной клинике я дала более 100 тысяч рублей для того, чтобы найти причину, и лечение не помогло. Дальше что еще происходило? Однажды меня положили в больницу, у меня шло очень активно, был воспалительный вот этот процесс. Высыпание, было много высыпания. Да, да, вот шло. И почему-то в больнице решили, что, возможно, я инфекционный больной, и положили меня в инфекционное отделение, где лежало 14 дней. 14 дней мне вводили кортикостероиды. По выходу из больницы я прибавила весить 10,5 килограмм. Собственно, вот это было жутко, собственно, что еще происходило со мной в это время. Помимо этого всего, ну, наверное, ужасно то, что от тебя шарахаются люди, когда ты ходишь с отекшим глазом или там отекли губы, ты как Маша Распутина, не знаю, там вот такие вот губами. Собственно, и, ну, нет, это, честно, это ужасно. Помимо этого всего, от тебя шарахаются люди, например, сидишь на приеме, ну, опять же, там, в лирогологической клинике, рядом сидит женщина с ребенком, и она видит себя такую всю красивую, и так, бац, и пересаживается с ребенком подальше. И как бы, ну, вот, качество жизни, конечно, оно ужасно. То есть большое количество, большое обследование вы провели, да, большое количество препаратов, процедур, да, вы прошли, но это было неэффективно. Да. И в настоящий момент Александра тоже у нас находится на третьей ступени терапии, да. Расскажите, после того, как ввели препарат, что вы чувствовали, как изменилось течение вашего заболевания? А, честно, когда мне сообщили, что мне будут вводить такой препарат, для меня это было прям таким, как надеждой на то, что все будет хорошо, надеждой на то, что впереди не будет больше вот этих высыпаний, я смогу вести публичную деятельность, потому что я певица, и, собственно, для меня важно выглядеть хорошо. И когда ввели препарат, мне не верилось. Я реально, я боялась, что на мне это не сработает, что никак не сработает. И прошел день, были в Испании, прошло два, их стало меньше в два раза, прошло три, и их резко не стало. Я написала Екатерине Васильевне, я говорю, неужели это действительно правда, что вот сейчас ничего больше не будет. Сейчас я вас перебью. То есть это быстрый ответчик, действительно, после первой инъекции, уже на первых четырех неделях терапии. То есть для вас это был первый день и второй, но мы-то понимаем, что это достаточно быстрый ответ, хороший, да, и у вас полностью прекратились. Они полностью прекратились, сейчас их нет. Единственное, что может беспокоить, дня за два, за три, до введения очередной дозы препарата у меня могут начаться какой-то внутренний зуд, именно как покалывание тела, но оно никак внешне не проявляется. То есть никто, кроме меня, об этом не знает. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень поучительная история тяжелых пациентов, которые проходят такие огневодные медные трубы. Это, конечно, очень грустно, потому что на самом деле и врачи современные, и их уже и пациенты, обладая возможностью выяснить эту информацию в интернете, прекрасно понимают, как надо быстро лечить эту болезнь. Честно скажу, коллеги, это такие очень все истории, вы видите, хоть все уже улыбаются, потому что у них есть, они понимают, как им выйти из этой ситуации. Когда же возникает эта ситуация, то улыбок на лице нет никаких. Теперь я хотел бы буквально немножко времени потратить с вами, обсудить такой вопрос, что такое мифы. В эргологии я прошу подойти, пожалуйста, всех спикеров сегодня, участвующих, пожалуйста, Денис Владимирович, Яна Игоревна. Я понимаю, что вы тоже устали уже, но у нас немножко осталось сложных очень вопросов. Пожалуйста, микрофоны. Пожалуйста, Денис Владимирович, Яна Игоревна, микрофон. Мы с вами должны проголосовать в нашем зале. У нас есть часть здесь врачей и большая часть пациентов, которые готовы ответить на этот вопрос голосования. Значит, если вы согласны с этим мнением, ну, например, что детская острая крапивница встречается все-таки реже, чем хроническая. Это миф, это ли реальность? Вот острая крапивница у детей, она более редкая, чем хроническая, или хроническая более редкая, чем острая крапивница? Пожалуйста, кто считает, что острая крапивница встречается реже, чем хроническая? Пожалуйста, ручки поднимите кто-нибудь в зале. А все остальные воздержались? Не стесняйтесь. Нет, ничего не будет. Так, понятно. А кто считает, что хроническая чаще, чем острая в детской практике? Ну, коллеги, правильно ответил ребенок. Устами у младенца глаголит истина. И слава богу. Идем дальше. Хроническая спонтанная крапивница не болеет в пожилом возрасте. Есть возрастные ограничения по крапивнице? Кто, если считает, что есть, пожалуйста, поднимите руки. И если кто-то считает, что нет, тогда можно не поднимать. Спасибо. Ну, тут, я думаю, мнение всех единогласно. Кого самый взрослый пациент из взрослых специалистов? Я начну. 83. Да. А можно спросить, сколько лет? Пока я лидирую, 83 у нас. Так, кто больше? Кто больше? Раз, 83 года. 83. 82 года. 85 есть? 85 раз. Азово. 83. Все боялись нас, значит. Антиэгоиотерапия. Ну да, но это у нас в нашей стране есть особенность. У нас почему-то боятся высоко, я даже не знаю, как их назвать лучше, старшего возраста пациентов. Наверное, так будет правильнее. Инволиативного возраста. Ну, в общем, старшего возраста. Доктор меня победил, 85, я сдаюсь сразу. Хорошо, идем дальше. Дисбактериоз кишечника, аллергия на пищу – главные причины хронической спонтанной крапивницы. Хронической спонтанной крапивницы. Кто так считает, пожалуйста, ручки поднимите в зале. Ну, вот есть один человечек, два человечка, да, влияет дисбактериоз кишечника как главная причина хронической спонтанной крапивницы. Я хотел бы обратить ваше внимание на именно вот эту аббревиатуру – хроническая спонтанная крапивница. Ну, мнение все-таки подавляющего, что дисбиоз кишечника, ну, это даже термин, который, мягко выражаясь, даже не совсем, может быть, правильно здесь сформулирован. Ну, короче говоря, влияет ли он на формирование хронической спонтанной крапивницы, я думаю, что есть ли жизнь на Марсе. Нету жизни на Марсе. По-моему, до сих пор это неизвестно. Очень хотелось бы, чтобы пищевые продукты влияли, потому что тогда мы можем помочь иллюминацией, а тут вот спонтанной сложнее. И, к сожалению, взаимоотношения между микробиотой, вот это правильнее будет, говорит, кишечника, с аллергией – это отдельный вопрос, который сегодня мы на школе поднимать не имеем возможности, у нас нет для этого времени. Нас пациенты обычно берут за горло, ну, дайте мне какую-нибудь кремлевскую диету, так они называют, ну, нет такой кремлевской диеты. Ну, потому что они считают, что кремлевские долгожители, они, видимо, поэтому и долгожители были. Ремиссия хронической крапивницы недостижима. Это миф или реальность? Можно достигнуть контроль течения хронической крапивницы? По-моему, наши пациенты развеяли. Ну, все, вот я вижу, да, что все единогласные, слава богу, надеюсь, все понимают, что это реальность. Биологически активные добавки могут помочь справиться с хронической крапивницей. Хороший вопрос, кстати. Кто знает? Я хочу сказать, что пробиотики, которых все так очень любят, они зарегистрированы как биологически активные добавки. Итак, БАДы помогают или не помогают? Ручки поднимите, кто считает, что помогает. Нет, значит, ты хозяин компании, производящей БАДы, и у тебя хроническая крапивница. Я бы тогда здесь не стоял, если бы я был хозяином. Я бы жил бы в другом месте. Гормональные кремы и мази прекрасно лечат хроническую крапивницу. Денис Владимирович, пожалуйста, откомментируйте этот вопрос. Ну, конечно, это миф. Более того, вот я вам так скажу, что иногда я видел такие назначения, 30 миллиграмм крема какого-нибудь или мази гормональной два раза в день. Потом эти бедные пациенты ходят с растяжками, истриями на бедрах, которые уже ничем не вылечить. Эти линии экстенза потом будут запрещать одевать короткую юбку, короткие шорты. Купальник девочка одеть не может. Как насчет катаракты, сахарного диабета. Это не внимание, не обращают. Девушка приоритет. Девушка приоритет. Девушка приоритет, растяжки. Но если она не увидит своего мальчика из-за катаракты. Мнешний вид. Поэтому гормональный препарат, они при длительном применении оказывают и вторичное инфицирование, рост волос, гипертрихоз на лице. Кому нужен? Никому не нужен. Возникает атрофия кожи, которую ничем потом не вылечит. Потому что они же косметологи же еще, дерматологи. Вот для чего нужен междисциплинарный диалог. Конечно, гиперпигментация возникает, акне возникает, астероидные дерматозы, розация. Я вас очень прошу, пожалуйста, Денис Владимирович, есть точка приложения гормональных мазей, которые мы используем. И, пожалуйста, пугаться их не надо. Врач, который назначает эту терапию, он знает все возможные, извешивает все возможные потенциальные осложнения и пользу. И выбирает те средства, которые имеют минимальное побочное действие, назначает на определенный срок. И это надо просто выполнять. А когда это выполняется, никаких вот страшных вещей, о которых сегодня рассказали, уважаемые коллеги, ничего не бывает. Поэтому не бойтесь, пожалуйста. Мы обсуждаем хроническую крапивницу. Понятно? И здесь эти средства не помогут точно. Это точно. Я правильно говорю? Но еще важно не просто. Вопрос, зачем назначают, мы, наверное, ответили. При других диагнозах, когда это является абсолютно показанием для назначения. Простите. Антигистаминные препараты и гормоны – единственные терапевтические опции при хронической крапивнице. Ну, кто так считает, что только антигистаминные гормоны в этой среде после двух с половиной часов обсуждения, как надо лечить, застрелю. Так, понятно, что лучшим препаратом все-таки является другая тактика. Вот та ступенчатая терапия, о которой каждый докладчик сегодня говорил, она является вот этой путеводной звездой. И еще есть один миф, который я хотел бы, чтобы мы вот в этой аудитории обсудили, потому что это был один из тех вопросов, которых мы сейчас перейдем к чату. Это к вопросу о страхе пациентов перед назначением биологической терапии. Я думаю, что каждый из врачей, кто назначал эти препараты, наверняка вы сталкивались в своей работе с этими страхами. И вот мне бы хотелось сказать ваше личное мнение по поводу тех, извините, рогов, которые могут вырасти от применения, как о нем некоторые говорят, об использовании биологических препаратов. Пожалуйста, ваше мнение, чтобы все, кто нас сегодня слышит и видит, реально из уст специалистов, которые занимаются этими долгие годы, чтобы они ответили, так все-таки да или нет. Разрешите, я начну? Конечно, мы говорим о биологической терапии, да. И когда пациенты спрашивают на приеме, они часто задают этот вопрос. Но мне кажется, что одним из таких самых аргументов, весомых, конечно, является то, что есть большая доказательная база. И мы сейчас живем в эпоху доказательной медицины. И эти препараты прошли все фазы клинических испытаний. Есть уже большие метаанализы. Если мы говорим о лечении крапивницы, то есть уже метаанализ, я поясняю для пациентов. То есть это анализ, который прошло большое количество исследований. И не только исследований, а теперь есть даже большой анализ использования биологической терапии в реальной клинической практике. И поэтому, ссылаясь на так называемые согласительные документы, международные, отечественные, мы говорим, что эксперты в области аллергологии, иммунологии, медицины вообще в мире и в нашей стране рекомендуют этот препарат. И, в общем-то, часто я у своих пациентов вижу понимание после такого аргументированного, в общем-то, уже такого, ну, мне кажется, современного ответа. Нужно ли бояться, да. Вы знаете, если мы действительно сужаем, сужаем тему до хронической крапивницы, у нас есть пока один биологический препарат, это препарат Амализумаб. Я не случайно акцентировала внимание, что он имеет ещё два показания, плюс крапивницы. И если, опять же, сужаем вопрос до безопасности, то даже высокие дозы в рамках, например, исследований по бронхиальной астме, безопасность исследована ещё на гораздо более высоких дозах, нежели те, которые применяются при крапивнице. Это первый аспект, но есть ещё в рамках научного поиска эскалации, но это уже научный поиск. И ещё один момент, который я хотела бы сказать, что по поводу применения биологической терапии, если, опять же, сузится до молекулы, которая применяется, анти-ЭГЕ, при крапивнице, вот уж в какой нозологии из трёх, по которым он зарегистрирован, он совершил революцию, то это как раз хроническая крапивница. Потому что, если говорить о том, что у нас не было вообще недавно, недавно это 10 лет назад, никаких инструментов, чтобы безопасно помочь пациентам, то вот из этих трёх нозологий бронхиальной астмы, крапивницы и аллергический ренит, пока, вот мне кажется, лидирующей позицией по революционному эффекту, как раз реализована она в лечении хронической крапивницы. Может быть, я надеюсь, включая альтернативное какое-то мнение? Нет, я с вами абсолютно согласен. Это действительно новая эра, новые препараты. Мы будем скоро лечить, возможно, только генными инженерными препаратами или молекулами. Я надеюсь, что будет такой волшебный укол от аллергии. Один раз уколол и забыл о том, что у тебя есть. Это, конечно, безусловно... Это на обережение, чтобы она не лечилась. Да, конечно. Ну, вакцину, вы же знаете, это идея беременной женщины вести соответствующий препарат, который однозначно приведёт к тому, что у ребёнка не будет аллергии. Хорошо, коллеги, у нас много вопросов. Я хочу вас всех очень попросить внимательно и быстро отвечать на эти вопросы. Итак, вопрос первый. Гастроэзофагальный рефлекс. Может ли он стать причиной крапивницы и отёка к винке? Пожалуйста. Ну, кто? Дарья Сергеевна. Если не сам по себе рефлекс, если мы говорим о хеликобактерной инфекции, которая, в общем-то, обсуждается как агент, который может поменять отёк к винке, иммунный ответ, то... Стать причиной крапивницы и отёка к винке. Гастроэзофагальный рефлекс. Ассоциированный с хеликобактером обсуждается эта теория, что это может влиять на тяжесть не как основная причина, а как в рамках... не первопричины, но как сопутствующее заболевание, которое является дополнительным коморбидным состоянием. Можно я подытожу? Не влияет. Просто не влияет. Крапивница появилась после ковид. С августа пью антигистаминный каждый день. Пробовал отменить всё. По новому всё начинается. Что делать, Дарья Сергеевна? Это понятно. Обратиться первое к врачу. Второе, постковидная крапивница, которая действительно могла стартовать и достигнуть границ хронической, это перейти через шестинедельный барьер, к врачу и рассматривать вариант об антигистаминной терапии, если есть действительно истинная резистентность к... Но первая верификация диагноза, крапивница ли это, нет ли каких-то ещё симптомов. И параллельно узнать, не выпадают ли волосы, и что с ногтевыми пластинками? Ну, доля, конечно, дерматологически, конечно, есть в этой бочке аллергологической, мы понимаем прекрасно. Если мы говорим про ковид, потому что это всё реактивное состояние после перенесённого инфекционного агента. Можно я задал вопрос, я в рамках дискуссии, очень быстро, Дарья Сергеевна, потому что мне многие пациенты просили задать этот вопрос вам, как эксперту. Показана ли вакцинация от ковид больным с хронической крапивницей или противопоказанной крапивницы? При контроле показано? Показано. Противопоказания нет? Противопоказания нет. При контролируемом течении ни одно из заболеваний, которые относятся к аллергологическому, если оно, если, конечно, это не какие-то не было ванамные, системные. То есть там нет аутоиммунных поражений, там же ещё есть аутоиммунные вещи? Даже если есть. Показано. А я бы всё-таки по отношению аутоиммунной патологии не относился бы. Если нет активности аутоиммунного процесса, мы говорим контроль и отсутствие активности, то да, я за вакцинацию. Можно я, как главный специалист по профилактической медицине Северо-Западного федерального округа, пару слов сказать по поводу вакцинации. Значит, у нас есть приказы Минздрава Российской Федерации, где чётко прописаны показания и противопоказания, абсолютные и относительные. В отношении аутоиммунных заболеваний сказано, тогда, когда нет активности, то тогда можно смело прививать. Идём дальше. Подскажите, пожалуйста, какое обезболивающее, например, от головной боли можно при хронической крапивнице? На самом деле, если нет, можно любое, если приём нестероидных противовоспалительных не является триггером, повышающим активность заболевания. Если нет, у многих пациентов этот триггер отсутствует, поэтому можно применять абсолютно свободно. Уважаемые коллеги-драматологи и аллергологи, я хочу сказать, что лекарственная аллергия до сих пор рассматривалась как непредсказуемая реакция. Поэтому предсказать, от нас спросить, выбрать тот любимый препарат, который вам поможет, мы не сможем. Какие обследования нужно пройти для подтверждения или исключения крапивницы? Простой вопрос. При характерной клинической картине диагноз может быть установлен на приёме и не требует дополнительных лабораторных исследований. Если речь идёт о диагностике, то список может быть достаточно большой. И мы проводим от провокационных тестов, подтверждая какие-то индуцированные формы, до биопсии в рамках диагноза. Кстати, не бойтесь биопсии, кто нас слушает, потому что это берётся панчем. Сейчас такая современная фреза. Это такой вот небольшой... Пять миллиметров. Четыре, шесть, восемь. В зависимости от площади поражения, места поражения небольшого укола лидокаина в этом месте. И спокойненько фрезой на несколько миллиметров прокручивает врач эту фрезу. Он поднимает столбик, надсекает скальпелем, может кинуть два маленьких шва. Через 10 дней всё снимается, и ответ уже будет готов через неделю гистологический, и он будет реальный. Потому что гистология подтверждает практически любой диагноз, хотя бывают некоторые исключения. Так, следующий вопрос. Крик души. Помогите. Посоветуйте, пожалуйста, какое лечебное учреждение в городе Москва или Санкт-Петербург по МС может принять ребёнка шестилет с тяжёлой крапивницей из региона, если в Краснодарском крае нет возможности получить адекватную помощь уже несколько лет? Можно я отвечу? Нет, подождите, подождите. У нас есть, во-первых, гости из Москвы. Пожалуйста. Но не педиатры, к сожалению. Да, тогда я ответю, если вы не возражаете. Не возражаю. Вы находите, мы находимся в стенах Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, который оказывает помощь всем детям, находящимся на территории Российской Федерации по ОМС. Поэтому смело берёте направление и созванивайтесь с Ночмедом. Учреждение вам дойдёт место на госпитализацию по ОМС. Я могу немножко добавить, что вышел в декабре 2020 года приказ, закон федеральный 430, который гласит о дополнении к этому закону о том, что есть фонд теперь же федеральный. Ведь раньше были территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а теперь есть федеральный фонд обязательного медицинского страхования. И теперь любой гражданин России, и неважно, из Краснодара или из Владивостока, может спокойно прижать в Петербург, в федеральное учреждение, как и в Москву федеральное, как и в Мечниково федеральное учреждение, и спокойно проходить лечение. Деньги будут затрачены из федерального фонда, а не из территориального. Потому что раньше главврачи переживали, отправляя к нам людей из Краснодара, что потом в рамках межтерриториального взаимозачёта территориальных фондов ОМС с них будут списаны деньги за это проводимое лечение. И они получат меньше бюджет на следующий год. Теперь такого страха нет. Вы спокойно можете приезжать в Петербург, в Москву, но только в федеральное учреждение. Подчёркиваю. Я скажу про региональное учреждение, раз уж у нас есть программа «Здоровье столицы». Москва уже несколько лет в рамках этой программы работает, и любой пациент из региона, направляя свои документы в департамент здравоохранения, госпитализируется, и также по ОМС получает помощь. Но это, я не знаю, я думаю, что Москва это был таким пилотный проект, он не закончен. У меня осталось 5% на этом мониторе, и всё, кирдык будет сейчас. Итак, подскажите, пожалуйста, почему крапивницы и отёки обостряются перед и во время критических дней? Мы сегодня, по-моему, затрагивали вариант про активность гормонального фона, его изменения. Вот такой условно, если можно его назвать, циркадный ритм имеет место быть. У ребёнка крапивница 5 лет уже, 2,5 года бесприемный приём зодока, потом аллерзина, блокирует, не появляется. Если не дать вовремя, иногда на каплях то же самое. Тест с аутосывороткой положительный. Причина крапивницы не выявлена, что нам делать? Я ещё раз говорю, уважаемые, кто нас слушает, пациенты, у нас есть федеральное учреждение, где бы вы ни жили, вы можете смело направить в это федеральное учреждение, в частности, например, в Санкт-Петербурге можно, в Москве можно, если вы проживаете. Любое федеральное учреждение, которое занимается этой патологией, окажет вам квалифицированную помощь. В федеральное, подчёркиваю, те, которые как бы при Минздраве Российской Федерации, просто некоторые путь не понимают, в чём региональное и в чём федеральное. Вот, например, КВД – это региональное, Центральная районная больница – это региональное, а Государственный федеральный медицинский университет – это уже федеральное подчинение. Здравствуйте. Есть ли первый эпизод крапивницы? Нужны ли какие-нибудь анализы? Яна Игоревна. Если первый эпизод, мы можем тогда говорить о том, что эта крапивница острая, и, в общем-то, обследование, можно проводить только минимальное обследование – это клинический анализ крови. И даже без нашего с вами вмешательства этот эпизод может разрешиться. Есть ли понятен триггер, от чего возникло? Так, извините, это просто комментарий, благодарность. Добрый день. Ребёнку 6,5 лет. С 5 лет каждую ночь хроническая диапатическая крапивница. Волнообразное течение. В течение года принимают мантелар и ксизал. Пытались отменить мантелар, сразу становится хуже. Можно ли непрерывно, постоянно его принимать? Какие последствия приёма? В Анапе врачи не знают, что у нас и как лечить. Все говорят, не их заболевание, и что не сталкивались с таким. И ещё вопрос. Какое лечебное учреждение по МС может принять ребёнка с крапивницей из Анапы или Краснодарского края? Я чувствую, что в Краснодарском крае есть проблема. А раз есть проблема в Краснодарском крае, надо точно идти на эту проблему и разбираться. Мы уже повторяли много раз, простите, я больше не буду. Спокойно приезжайте в Петербург или в Москву, в федеральное учреждение, на ваш вкус. Где хотите потом погулять по городу? Скажите, пожалуйста, может ли хроническая заложенность носа быть при хронической крапивнице? Хроническая заложенность носа, то есть наличие назальной обструкции, предусматривает собой огромное количество разных заболеваний. Конечно, когда возникает какой-то аллергический отёк, то, возможно, и там какой-то быть отёк. Но, поверьте, тут надо искать другую болезнь. Здравствуйте. Два с половиной года назад появилась крапивница на фоне приёма заместительной гормональной терапии. Связи с циклом нет. Наблюдаюсь у врача. Этот случай также относится к спонтанной крапивнице. И нужно ждать ремиссии с приёмом антигистаминных препаратов. На самом деле каждый случай рассматривается индивидуально по поводу заместительной гормональной терапии совместно с тем специалистом, который его инициировал. Если это низкодозовые эстрогены, то если есть такая возможность, сначала мы отменяем и смотрим на ход крапивницы. Но если по каким-то другим моментам этого нельзя сделать, хотя это бывает гораздо реже, когда это нельзя, то, соответственно, эскалация объёма терапии. Спасибо. Ещё один вопрос. Можно ли сделать прививку от ковид при получении биологической терапии? Терапию получаю в течение года. Да. Коротко и ясно. Есть ещё вопросы? Да. Да, сейчас, одну секундочку, коллеги. Ну, наряд уже вопросов мы повторяться не будем в отношении прививки от ковида и хронической крапивницы уже много раз отвечали. Требуется ли подготовка к провокационным тестам для оценки индуцированной крапивницы? При подготовке мы должны пациента предупредить об отмене антигистаминных препаратов. Тогда этот тест будет информативный. Если будет пациент принимать антигистаминные препараты, это может быть сложно отрицательным тогда тестом, он будет не информативным. Ну, опять же, системные глюкокортикостероиды всё применяют по поводу интеркурентных заболеваний. То есть, сопутствующую терапию. Ну, вообще, в общем, последнем, вы помните, гайдлайне, который публиковал Валента по поводу диагностики аллергических заболеваний 2020 года. И, насколько помню, он чётко прописал, что антигистаминные препараты надо на 7 дней, помните, гормоны, да, гормоны на месяц. Поэтому всё чётко прописано. Что вы можете порекомендовать, кроме защитных кремов, при холодовой крапивнице аллергии на солнце? Прошу вас, Денис Владимирович. Аллергия на солнце? Ну, вы прекрасно понимаете, аллергия на солнце, мы только что говорили, про то, что есть фотозащитные крема. Эти крема делятся на несколько категорий. Есть SPF такая, буквочки стоят, Sun Protection Factor, ну, или Sun Protection Filter, можно назвать. Есть 10, 15, 30, 50+. Если вы видели цифру 100, это жулики, таких не бывает препаратов, это маркетинговый ход. Поэтому вот эти вот 50+, вы должны использовать на те места, которые под солнцем, естественно. Лицо, декольте, плечи, кисти, какие-то голени, бёдра. И как часто. Но вообще, по сути, препараты немножко разные. Там есть минеральные фильтры, есть комбинированные, есть химические. Ну, где-то на несколько часов этот фильтр работает. Поэтому, конечно, одевать. И если есть такая возможность, красивую шляпу с большими полями, соломиную шляпу, посмотрим это кино. Ну, и, конечно, какие-то длинные одежды, других вариантов у нас нет. И не забывать, что ещё отражение солнца идёт от асфальта, от снега, от воды. И, естественно, он может получить ещё дозировку. И от песка, кстати, тоже. Поэтому в тенёчке, утречком на фляж и вечерочком. Других вариантов. Ну, или на северную ледовицу. Или жить в Москве, или в Санкт-Петербурге, где солнце мало. А там от холода. А там от солнца будет тоже. А там тоже от солнца. Уважаемые коллеги, следующий вопрос, Денис Владимирович, это опять вам. Почему ангиотёки чаще появляются в области век и губ? А куда вы целуете вашу любимую девушку? Глаза. Зачем вы целуете? Так. Ещё есть вопросы к модератору? Я отвечу просто. Я вам потом расскажу. Я отвечаю на вопросы. Я тебе помню, как в этом был прекрасный спектакль. Я тебя поцелую, если ты захочешь. И потом. Так я отвечаю зачем? Ответьте, пожалуйста. Это же ведь крик души. Дело в том, что это самый тонкий участок кожи, во-первых. Веки и интимные зоны. И интимия любви, когда мы целуем наших близких, идет через тонкий участок кожи. Мы работаем. Это первое. Это первое. То есть тонкий. Кожа на веках 42 раза тоньше, чем на стопе. 42 раза тоньше. Это первое. Второе. Она легко растяжима. Мы же всё время закрываем, открываем глаза. И вот легко растяжимые участки кожи, естественно, они легко потом отекают. И третий факт. Потому что там рыхлая гиподерма. Это самая подкорная жировая клетчатка. Три факта. Что определяет распространение и расположение высыпаний при крапивнице? Хороший вопрос. Кто хочет? Уважаемые коллеги. Я скажу. Пожалуйста, Денис Александрович. Всё просто. Места трения и давления. Где одежда? Это первое. Если мы говорим про... И не обязательно давление. Может быть, и другие гиподерапивницы. Но всё-таки места с давлением и трением. Второе. Есть так называемые линии натяжения кожи. Называется линия лангера. И вот по этим линиям натяжения кожи и формируются эти ангиотеки. Ну, вы видите, ни один аллерголог не пытается даже поспорить с дерматологом по этому поводу. Очень важный вопрос. Влияет ли количество витамина D в организме на возможность появления хронической крапивницы? Дарья Сергеевна. Очень спорный вопрос. Сейчас этому уделяется очень много внимания в исследованиях. Есть прокурорн-сессии на этот счёт. Мы хорошо знаем на всех конгрессах. Но действительно, дефицит расценивается как провоспалительное действие. Как фактор риска. Поэтому, соответственно, условно да. Но, конечно, хотелось бы иметь уровень большей доказательности данной концепции. Пока это наблюдательные ощущения, скажем так. Спасибо вам большое за правдивый ответ. Потому что сейчас такое ощущение, что витамин D причастен ко всем болезням на свете. Диагноз рецидивирующая гипотическая крапивница на протяжении 4 лет. Анализы в норме. Таблетки, уколы, гормоны не помогают. Нашли камень в желчном пузыре и предлагают удалить его. Так как больше причин не видит, поможет ли операция, Дарья Сергеевна. Пожалуйста. Знаете, на самом деле, любой очаг воспалительный может способствовать тяжести крапивницы. Но не быть его причиной, мы хорошо понимаем. И действительно, удаление камня может не помочь. То есть после того, как будет удален желчный пузырь, мы можем не увидеть отражение в курсе крапивницы. А можем и увидеть. Поэтому хотя бы в сторону доэскалации тяжести. То есть симптомы могут стать легче. Но как основную причину я бы не рассматривала. Я вам честно скажу, показания к оперативному лечению хроническую крапивницу я бы никогда не подписал. То есть это на усмотрение хирургов? Если есть крапивница, я бы не рискнул. Да, но вот написать, что хроническая крапивница являлась поводом для проведения оперативного лечения, я бы не стал. Так, как готовиться к беременности с крапивницей? Ну, это очень актуальная тема беременности крапивница. И насколько я знаю сейчас, это очень дискутабельная тема. И все будет зависеть от того, в каком триместре может возникнуть хроническая крапивница и будет ли она возникать. И по данным последним, не так часто во время беременности возникает хроническая крапивница. Мы сейчас просто готовим большую публикацию как раз по крапивнице и беременности. Проведет глобальное исследование на эту тему. И туда включались пациентки, которые уже имеют диагноз хроническая крапивница. Мы не изучали тех, кто развил симптомы крапивницы на фоне беременности. И там были пациенты, которые переносили беременность на антигистаминных препаратах. И на самом деле, в общем, в целом, если мы сейчас не будем останавливаться на каждом триместре, в силу лимитов времени, отмечено положительное влияние беременности на курс хронической крапивницы. Это новый метод лечения хронической крапивницы. Если объединять все триместры, безусловно. Я имею в виду, что если был вопрос, как готовиться, наверное, готовиться никак не надо. Я думаю, что надо обсудить своим... Так как у нас есть уровни доказательности различные по применению тех или иных лекарственных препаратов на фоне беременности, то я думаю, что пациентке с хронической крапивницей нужно обсудить со своим врачом, который ведет ее на фоне крапивницы, в зависимости от того, какую схему терапии она получает, каким образом что-то оставлять или наоборот постараться что-то убрать. То есть вот в это взаимодействие, потому что есть пациентки, которые после разговора с врачом совместно принимают решение, например, остаться на антиэгоиотерапии. Такие наблюдения есть. Есть пациентки, которые в рамках планирования беременности отказываются от антиэгоиотерапии. Это наш опыт. Если на фоне биологической терапии хороший контроль крапивницы женщины беременеть, пробовать отменять все-таки... На фоне беременности мы не отменяем. Мы как раз деэскалируем сначала, смотрим, есть ли возвращаются симптомы. Пожалуйста, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Конечно, пожалуйста, дайте микрофон. Нет, без микрофона нельзя. Вас слушают еще те, кто на онлайне. Я хотела бы вернуться еще раз к вопросу про беременность. Если наступает беременность на фоне терапии, да, вот этой биологической нашей, какие рекомендации существуют для женщины на фоне терапии? Что, как дальше делать? Или где почитать информацию? Куда кинуться за информацией? Нет, читать информацию, безусловно, не воспрещается, но лучше обратиться к врачу, который вам инициировал ту или иную терапию. Если мы говорим, вы про биологическую терапию, наверное, спрашиваете, да, то есть какие сейчас даны рекомендации? Даны рекомендации следующие, что вы обращаетесь к своему врачу совместно с врачом, вы обсуждаете возможность прохождения вашей беременности на фоне терапии, либо отмены, но вы понимаете риски, что если ваша крапивница выйдет из-под контроля на фоне беременности, что непредсказуемо, то, к сожалению, инициировать заново, как мы можем у пациентки не беременной, инициировать уже никто не возьмется, потому что для этого нет определенной доказательной базы. Поэтому, соответственно, вы решаете вопрос, просто бывает какая-то внутренняя позиция пациента, что я хочу пройти беременность вообще без лекарственных средств, это право пациента. Спасибо. У меня тоже вопрос, а влияет ли как-то на фертильность именно амолизумаб? Таких данных нет. Таких данных? Нет, нет. То есть нет негативного, никто еще не доказал, не описывал. Не позитивного. Да. Я поняла. Не позитивный. Все, спасибо. А то сейчас… Позитивное – это хорошее настроение и качество жизни. Но на виду фертильность. Объективный амолизумаб должен на этом отражаться. Пожалуйста. Будем повышать лекарственную. Пациенты любимые. Мы ответили на ваши все вопросы? Тогда позвольте нам с вами завершить нашу школу. В заключении несколько слов хочу сказать, что вы сегодня узнали о том, как надо диагностировать, как надо лечить это заболевание, где надо лечить. Я думаю, что сегодняшняя школа не прошла до всех, вообще просто принесла большую пользу и действительно не прошла мимо всех присутствующих и нас слышащих в эфире. В заключение хочу сказать, что это действительно сегодня много говорили эра до ковида, до после ковида. На самом деле есть эра до применения антиэгоэтерапии и после ее применения. Для пациентов это Рубикон. Как только появилась антиэгоэтерапия с показаниями хронической крапивницы, жизнь их изменилась радикально. Я вам честно скажу, вот можно было бы одним словом сказать, что такое антиэгоэтерапия. Это универсальный солдат, который работает безотказно. Поэтому если вам доктор назначает эту терапию, смело ее делайте, и вы наверняка получите долгожданный эффект от терапии. Пожалуйста, если есть еще желающие, пожалуйста. Да, мы продолжаем приобретать опыт уже с новой нозологией с 2021 года. Сейчас как раз стартовали сезон, и у нас пациенты также с хроническим заболеванием, аллергическим ренитом, которые страдали, приходилось переезжать, и вообще, на самом деле, недооцененная проблема, тоже, соответственно, возможно, вот так вот предсезонно будут справляться, и это не будет требовать каких-то усилий, передвижения, на самом деле, конечно. И здесь, я думаю, что все адепты новых возможностей, особенно с таким плацдармом, доказательной базой и безопасности, эффективности. Я в заключении хотела бы еще раз поблагодарить пациентов, которые пришли, и которых мы приглашали так активно, и которые пришли очно и подключились, потому что, конечно, это очень актуальная проблема, и очень нам приятен этот интерес, что нам доверяют и, соответственно, хотят нас смотреть. Так много вопросов еще раз подчеркивает такую актуальность вот этого заболевания. Ну, и я хотел бы подчеркнуть, что действительно завтра будет лучше, чем сегодня, потому что генобиологическая терапия, геноинженерная, уже используется и при витилиго, и при алопиции, выпадении волос, и используется при гидроденитах, это вот разнообразные места поражения в акселярных складках, как мы называем, подмышечных, для пациентов более правильно, используется и при атопическом дерматите, и при псориазе, и поэтому действительно теперь контроль над хроническими заболеваниями, выведение их в длительную ремиссию уже возможен, а то и даже, в общем-то, и выздоровление, если есть на то какие-то вот действительно клинические доказательные базы. Поэтому я призываю не бояться новых препаратов. Раньше боялись применять и пенициллин, вот, поэтому так же и здесь. Люди пока стесняются, боятся, но доказательная база существует, поэтому мы получим хороший клинический ответ. Да, Игорь. Да, конечно. Я просто хочу присутствующих специалистов тоже призвать не стесняться и не бояться и присоединяться к нам в команде ЮКЕ. Они так страшен аудит, как им пугает. Представите наши мысли. И в заключении последнее слово, знаете, как-никак гостя не выпроведишь, когда он приходит, а вот стоит в коридоре, что-то говорит, говорит, и все никак не выгнать. Я хочу поблагодарить, конечно, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, который сегодня принял эту школу, провел ее, на мой взгляд, очень полезно для всех, кто участвовал в этом. И поблагодарить, конечно, администрацию университета, которая очень много сделала для того, что всем было комфортно. Конечно, огромное всем спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы все участвовали. И надеюсь, что будут дальнейшие школы, и мы еще с вами встретимся, уважаемые коллеги. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.